Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok 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 Илья, ничего не слышно? А другие меня слышат? Илья, попробуйте к нам просто перепостучиться? У меня, смотрите, все пока слышат. Вот, и мы помогаем разным компаниям на первых этапах, мы помогаем с проектом, подбираем оборудование и вообще на разных наших обучающих семинарах мы вообще учим еще работе с клиентами. Вот, в принципе, о компании нашей все, и давайте туда пойдем дальше. Вот, и теперь поговорим о системе умный дом. Вот, поэтому все это называется домашняя автоматизация, потому что мы не обучаем какие-то вещи, да, мы просто автоматизируем бытовые какие-то вещи, допустим, автоматизация света или там отопление и снимаем с себя эту нагрузку, тем самым добавляя себе комфорт. Плюс мы еще обеспечиваем себе безопасность. Мы обеспечиваем себе безопасность с помощью различных устройств, с помощью камер, с помощью разных датчиков. То есть, есть и пассивная безопасность, есть и просто безопасность от вторжения, да, то есть для пассивной безопасности есть датчики от протечки, есть датчики движения, датчики проникновения. Все это в совокупности не объединяет безопасность. Плюс еще есть элементы ресурсосбережения, да, которые обеспечивают вообще возможность сохранять энергию, сохранять тепло, разумно используя освещение и отопление. Вот, идем дальше, и я тут показываю, какие вообще основные у нас есть элементы для управления в ином доме. Это освещение, это климат-контроль, то есть я даже сейчас буду галочкой, сейчас секундочку, выберу маркер, буду показывать галочку. Вот тут у нас освещение, то есть во всем доме автоматизированное, здесь у нас вот это вот отопление, то есть микроклимат и комфорт дома. Здесь у нас еще есть элемент мультимедиа и взаимодействия с домашними центрами, с камерами, с другими разными системами, то есть общая говоря, это интеграция с другими какими-то умными штуками. И также еще есть у нас безопасность в совокупности, которая образовывается из различных систем, то есть и пассивная безопасность, и безопасность отторжения, да. Вот, тут таких основных четыре столпа, на которых вообще основана, по сути, вся домашняя автоматизация, да. То есть вот, опять же, надежная охрана, автоматизация освещения, уютный климат в доме и мультимедийная система. Так, что такое вообще автоматизация освещения в доме? Так, это возможность получить определенный комфорт от использования такой системы. Чаще всего умный дом позиционируется как? Ну, то есть наверняка все знают, что, ну, как бы, давайте два раза хлопаем в руки, у нас включится свет во всем доме или там в этой комнате. Ну, это довольно часто такое распространенное явление, очень часто я под него, конечно, говорю, и мне очень не нравится, когда вот я говорю кому-то, что вот я занимаюсь сам в умный дом, и мне, короче, хлопают подошвы, говорят, что свет включить, сейчас нет. Вот, ну, в общем, на самом деле это не так. В освещении, в автоматизации освещения очень много различных нюансов и, как бы, прикольностей, фишечек, которые, ну, не просто, там, управляют светом удаленно, там, через телефон хлопками, там, или голосом, да, а это непосредственно еще автоматизация по времени, допустим, или по датчикам движения, которые обеспечивают человеку формат такой, то, что просто он идет по дому, и где он есть, там все включается. Или включается в определенное время свет, да, то есть, на вот этом все и завязано. На сценариях, на геолокации, допустим, на, ну, на решенном управлении, естественно, решенном управлении я сейчас, на самом деле, никуда, потому что это, ну, на самом деле, основной концепт, который требуется пользователям, конечно, в данный момент. Надежная охрана у нас обеспечивается камерами, однозначно, то есть, камера, по сути, честно, я вот не знаю, ничего камеры еще использую, кроме как просто над входной дверью, да, или там, ну, и, допустим, на самом деле, все, больше никаких вариантов использования нет. Вот, поэтому лучше использовать различные датчики, там, датчик открытия, допустим, да, повесить на входную дверь или на окно, там, датчик движения повесить в тех местах, где, ну, возможно, появится какое-то нежелательное лицо. Датчик протечки в ванну положить или просто под какой-то стояк, да, или же датчик дыбы на кухне точно так же появится. Датчик разбития окна, можно. В общем, вот это все делает совокупность вот этой системы безопасности. Плюс, сейчас, извините, пожалуйста, плюс еще есть возможность интеграции почти с любой охранно-невекомственной системой, которая, ну, вот уже обеспечивает выезд каких-то мужичков в таких бакуничках, которые в ваш дом охраняют, да, это все возможно через сухие контакты, потому что, ну, как бы, есть устройства зацветия, которые будут и вас оповещать о том, что у вас вторжение не произошло, да, допустим, какое-то, еще будут обеспечивать пункт охраны точно такой же информации. То есть все будут в курсе, и, ну, бывает часто так, что, на самом деле, в любой системе такая человек сразу позитивный. Мы не только позитивный, говорим, естественно, про все. Я могу немножко заговариваться. Сухих контактов, допустим, или, ну, на самом деле, раз 485 тоже может использоваться. В принципе, во всех протоколах по-разному, я потом расскажу конкретно, как этот зацветия работает. Вот, и, соответственно, такая интеграция, это очень полезно и приятно, потому что, ну, часто бывает так, то, что, ну, что-то сработало, да, вы не в курсе, на коем-то домой приехали, там, допустим, вскрыли двери, там, что-то еще, ну, в общем, неприятно получилось, а, по сути, вызов был можно, вызовы еще и платите. Вот, а так, если вы, вам пришло какое-то оповещение о том, что, там, дом взломали, вы открываете камеры, смотрите, там, допустим, увидите, что, не знаю, какая-то там, допустим, ложная сработка или, не знаю, просто кто-то пришел и не отключил охрану, да, и, соответственно, звоните, увидите, что все окей, поэтому перерять не надо. Вот, приятная атмосфера в доме, это тоже элемент, тут, на самом деле, вот, огромный элемент комфорта, да, потому что очень приятно, когда весь твой дом подстраивается под тот режим, который ты сейчас хочешь, точнее, не хочешь, который тебе сейчас конкретно нужен, да, то есть, допустим, ночное время суток, сделаем температуру поменьше, дом немножко охладится, будет комфортно спать, все, откроем окошки, там, приоткроем окошки, и все будет здорово, наслаждаемся и, как бы, кайфуем. Точно так же с температурой, допустим, зимой или летом, с летом включается кондиционер посильнее, когда вы домой подходите, да, или, там, когда вы домой подходите летом, фу, зимой, то включается, там, термоголовка, или, допустим, сам котел включается, все это начинает прогреваться до того момента, как вы туда вообще подошли, да, то есть, тоже, например, определенный такой элемент удобства есть, и плюс еще, естественно, экономия электроэнергии, да, идет по причине того, что, ну, в холосту не гоняется абсолютно никогда отопление, оно, в принципе, дорогое, особенно, допустим, электрическое, в каких-то коттеджах, да, и, соответственно, ну, экономия достаточно значительный ресурс, тоже приятно. Ну, плюс еще мультимедийная система, тоже это удобно, то есть, есть различные, там, интеграция с разными колонками, с телевизорами, там, с, допустим, Wi-Fi кондиционерами, с проекторами, ну, в общем, на самом деле, со мной есть интеграция почти совсем по настройке HTTP протокола, это не только в беспроводных сетях, да и вообще, в принципе, везде, там, по другим шинам тоже есть интеграция, вот, и, соответственно, мы можем объединить то, что, там, допустим, включить телевизор, подходя тоже к дому, там, допустим, или просто, если сработал какой-то датчик, да, мы можем включить на этом телевизоре наши камеры, посмотреть, кто реально туда подходит и вообще открывать, не открывать дверь. Ну, в общем, может музыка за вами следует, пока мы там приходим домой, играть, в принципе, какая-то музыка по всему дому, играть за нами, то есть, допустим, где вам хочется, она там будет играть, то есть, в принципе, там, где-то громче, где-то тише, вот, заходите вы там в душ, любите мыться с музыкой, да, она там погромче включится, чтобы через воду было все это было слышно. Вот, ну, в общем, такие вот четыре системы, я потихонечку их описал, сейчас я дам на минуту пять-семь слово Андрю, это мой коллега, он расскажет нам о проводных системах, он в них лучше разбирается, он с нами больше знаком, поэтому я думаю, что Андрю уже стоит подключаться к нам, всех приветствовать и рассказать нам о проводных системах. Да, приветствую. Приветствую. Всем добрый день, надеюсь, меня хорошо слышно. Сейчас я вам расскажу о проводных системах и какие они бывают. Это можно разделить на премиальные, это, допустим, iMix, Crestron, TeleTask, LeGrant, Montage, ну и другие системы. Бизнес, KNX, Clipsal C-Bus, Control 4, есть стандартные по ценовому сегменту, это BT-Chino, HDL-KNX, Xenio, Dementel и другие. И достаточно бюджетные, это, например, HDL-Bus, Inels и еще несколько систем, о которых мы сейчас поговорим. Вообще, пара слов о преимуществах проводных систем. Это, конечно же, достаточно устоявшаяся технология. KNX был актуален уже с прошлого века, в начале 90-х годов он активно развивался. Сейчас в KNX-производителях уже очень много компаний, которые выпускают эти устройства. У них достаточно гибкие возможности при закладывании проекта. То есть можно реализовать достаточно сложные сценарии взаимодействия, и действительно сделать дом умным и автоматизированным. И у проводных технологий достаточно большие перспективы, которые обоснованы тем, что... Они обоснованы тем, что у проводных систем очень много производителей, и появляется каждым днем все новое и новое. Из таких явных недостатков в проводных системах можно выделить то, что закладка на стадии строительства, то есть необходимо согласовывать все полный перечень оборудования, делать полноценный проект по умному дому, прокладку кабелей с максимальным запасом, потому что система достаточно сложно расширяемая. И также одним из недостатков, я считаю, цену за проект. Если сравнивать с самыми бюджетными системами, допустим, HDL, то проект под ключ HDL в 2-3 раза дороже, как правило. А проекты на KNX от 3 до 5 раз дороже. Если AMX или Crestron, то может быть в 10 раз дороже даже. Подробнее мы немного посмотрим о видах проводных систем, какие они бывают. Но вначале сравним цены. Как я уже сказал, есть премиум сегмент, бизнес сегмент, средний, стандарт и эконом. В премиум сегмент можно отнести AMX, Crestron, Teletask и другие, которые вы тут видите. Проект премиального сегмента. Если мы сейчас рассматриваем такие достаточно полноценные объекты, это, к примеру, загородные дома на нескольких этажей, может доходить до 100-150 тысяч долларов. Бизнес сегмент это KNX, Clipsal, Sebas, Control4. У них в среднем 35-45 тысяч долларов. В средний сегмент можно отнести BityChin, HDL, KNX, Xenio, Demintel и другие системы. Ну да, Иршат, мы считаем, что Teletask или Гранд можно отнести к премиум-системам, потому что если брать стандартные системы, это HDL, BAS и NELS, туда еще можно отнести такую систему, как Mimismat. Мы рассматриваем по ценовым сегментам, по стоимости проекта под ключ. Если в конце сравнить с Z-Wave и беспроводными системами типа ZigBee, у которых проект может начинаться от пары тысяч долларов до 5, максимум 10 тысяч, но это уже полный комплект. А что, Иршат, у вас другое мнение по этому поводу. Так, ладно, давайте не будем на этом задерживаться, потому что у нас время ограничено. Я расскажу немного про виды проводных систем. Они бывают централизованные и распределенные. Достоинства проводных систем. Это достаточно простая реализация процесса взаимодействия с исполнительными устройствами. За все отвечает как таковой центральный контроллер, в котором есть мозги, а остальные устройства работают, принимая от него те или иные команды. Кроме того, это максимальная эффективность использования системы при минимальной избыточности технических средств управления. Но это, опять же, поскольку есть центральный контроллер. Но также у таких централизованных систем есть и свои недостатки. Из-за того, что необходимо достаточно высокая надежность и производительность технических средств управления, это для достижения приемлемого качества работы системы. Ну, кроме того, это, конечно же, высокая суммарность протяженности каналов связи. Это, опять же, связано из-за того, что контроллер, центральный контроллер отвечает за все исполнительные устройства, и если, например, что-то с ним случится, то устройства сами по себе не смогут работать, в отличие от распределенных систем. Также, как я говорил, есть распределенные системы. Основная особенность такой структуры – это выработка управляющих воздействий на каждый объект управления на основе информации о состояниях всей системы в целом. То есть, в распределенной системе каждое исполнительное устройство имеет свои мозги и общается друг с другом. Из достоинств можно отметить снижение требований производительности и надежности каждого центра без ущерба для качества связи и снижение как-то таковой суммарной протяженности канала в связи. То есть, в отличие от централизованной системы, в которой главный контроллер посылает все команды на исполнительные устройства, эти устройства общаются друг с другом по шине. Вот это основные достоинства. Из недостатков можно отметить усложнение процесса обмена информацией между устройствами. Это в основном из-за необходимости обмена данными между центрами обработки и управления, а также корректировка хранимой информации, поскольку вся информация хранится на каждом исполнительном устройстве. Также я хотел немного рассказать о специфике ведения бизнеса по установке проводных систем умных домов в России и их отличие от беспроводных систем типа Z-Play-Va. Тут, конечно же, можно отметить сроки поставки оборудования, финансовую стабильность вашего дела и бизнеса, поскольку у проводных систем все цены, ну, если брать, например, КНХ производителей, играющих на рынке, и АМИКС Крестрон, допустим, то у них все цены в долларах или евро, и это может сказаться на вашем бизнесе. Он может разориться уже сегодня или завтра, поскольку курс доллара или евро может подскочить неожиданно, и цены станут чрезмерными. А также, допустим, поговорим об оплате. Если все счета переводить на доллары или евро, вы сегодня выставляете для клиента счет на 500 тысяч рублей, а завтра он может быть уже, к примеру, там 700 или миллион рублей. И потом вы пытаетесь объяснить это своему клиенту. О сроках поставки можно сказать, что у производителей проводных систем в основном из-за дороговизны оборудования все оборудование вводится под заказ. А это от 6-9 недель из-за границы. Если, допустим, ваш инженер или инженер поддержки компании-дистрибьютора забыл какое-то устройство добавить в спецификацию, то придется ждать еще такое же время, 6-9 недель. То есть, это мы пишем, рассказываем по опыту, такие проблемы на нашем рынке есть. Кроме того, это высокие требования к специалистам. КНХ достаточно дорогое обучение. Чтобы получить сертификат КНХ-инсталлятора, нужно порядка 30 тысяч рублей для одного специалиста. А таких специалистов в компании-инсталляторах, как правило, должно быть несколько. А вообще на рынке таких специалистов достаточно мало. На 2016 год было порядка 350 физических лиц, которые получили официальный сертификат КНХ-инсталлятора. Также тут можно отметить долгосрочные играющие проекты. Они могут длиться до нескольких лет от начала согласования проекта. Потом это должна быть обязательно проектная документация, полноценный проект по умному дому в автокаде, согласование с дизайн-проектом, проектом по электрике, прокладка кабелей. И, кроме того, заказчик зачастую должен купить все оборудование сразу, поскольку эта система сложно расширяемая. Кроме того, как я уже говорил, это высокая цена за проект. Можно достаточно сложно выводить такие системы в массы, поскольку, как мы считаем, умный дом сейчас актуален для всех, а финансов на этого не у всех хватает. Если рассматривать, к примеру, IP-шлюз КНХ, который лежит в основе каждой системы, он стоит порядка 1000 долларов. И это только IP-шлюз. По сравнению с ZedWave, к примеру, на ZedWave можно за такую цену неплохо автоматизировать 1-2 комнатную квартиру. Кроме того, одна из проблем на рынке проводных систем – это демпинг. Нет как такового единого ценообразования. Дистрибьюторы не могут урегулировать рынок. И, кроме того, инсталляторы зачастую дают заказчикам какие-то заоблачные скидки, чтобы заинтересовать заказчика. Это может быть 30-40-45% от разничной стоимости. Поэтому заказчики долго бегают по рынку, чтобы найти нужного инсталлятора. Вот как-то так в двух словах. Если у вас есть какие-то вопросы, можете задать их сейчас или в конце семинара. Сейчас я передаю слово Никитину. Он расскажет вам про беспроводные системы. Да, снова всех приветствую. Я вернулся. И давайте говорить про беспроводные системы. У нас основные системы, вообще их достаточно много. Они появляются как грибы, и постоянно их, вероятно, очень много. Это связано с тем, что сейчас много есть различных протоколок, на которые можно разрабатывать собственные устройства в формате DIY. У них открытые исходные коды. Поэтому написать какое-то свое устройство или систему может почти каждый, кто этим не увлекается, и кто в этом не хочет, что это разбирается. Но на такие системы внимания обращать на самом деле не буду. Потому что это не столь интересно. По причине того, что это не популярная система. Они не нашли свое признание в массах. Поэтому не столь прикольно. И основные системы, которые вообще, в принципе, есть такие популярные, которые чаще всего используются на рынке, это их... Ну, давайте посчитаем. Это Wi-Fi, это Z-Wave, это Bluetooth, это Emotion, это у нас Zigbee, это еще HDL, Wi-Fi, как он называется. Ну, в общем, около 5-6 штук, которые такие вот, прямо-таки, устоявшиеся, которыми чаще всего пользуются. Вот. И, соответственно, какие же есть преимущества у беспроводных систем передпроводными? Ну, на самом деле, они есть, и они довольно актуальны. Потому что, если мы уже полностью сделали свой дом, везде все... Ну, частовая отделка стоит, да, там у нас дизайнерские решения крутые по всей квартире, да. И, соответственно, мы хотим еще все это автоматизировать. Нам, чтобы это автоматизировать, нам либо нужно было на этапе... На этапе вообще, ну, как бы, проектирования этого объекта, да, закладывать какие-то слаботочные системы, причем вообще везде, во все разные, там, не знаю, дыльки, там, в стену, в потолок, в общем, везде, где их нужно заложить, нужно было заложить. В таком случае, да, есть возможность создания проекта на KNX, но, там, на любую другую проводную систему. Но это все равно будет довольно-таки сложно, и объем работы будет очень большой. И за это, как бы, ну, не каждый человек возьмется. Плюс, если же таких вещей нет, то придется все это... Так, ну, попробуйте к нам в комнату перезайти, потому что, в принципе, у остальных все нормально вроде бы. Мне тоже сообщают, вроде нормально слышно. Вот, и, соответственно, если этих слаботочек не заложено, то придется все это, как бы, ну, рушить, не знаю, разбирать, да, то есть, каким-то образом прокладывать всю эту слаботочку, чтобы это не будет колхозно, если все это будет сделано, да, и, соответственно, так... Андрей, я тебя попрошу людям тоже в чатике отвечать на различные вопросы с качеством стены, ну, как бы, технические вопросы касательно вебинара, ну, и, по возможности, еще на, вот, допустим, у Рустема с Рустемом тоже может и пообщаться. Вот, и, соответственно, поэтому нормать весь дом приходится, чтобы все это заново закладывать, чтобы все это автоматизировать, и, соответственно, вы платите не только за конкретную, вот, КМХ, там, или какую-то проводную систему, там, аж дел, да, вы платите еще и за ремонт повторный в вашей квартире, чтобы все это заново сделали, сделали опять нормально. То есть, в этом вообще не круто. В Z-Way, в Z-B, там, Wi-Fi системах, в Bluetooth системах, в чем плюс? В том, что ничего не нужно трогать, все уже, как бы, просто зашли, там, в объект все поставили, в релешке, там, розетки поставили. Ну, может быть, немножко, где есть какая-то сложная, там, инсталляция есть, что-то там разобрали, все это вставили, но это, по сути, исключительные случаи, которые вообще, по сути, никогда не случаются, да. Вот, соответственно, все поставили, все работает, все отлично, все готово. То же самое связано с простотой настройки. И, ну, как бы, она очень реально просто настраивается. То есть, мы запускали еще видео на YouTube, у нас были в том году видео, как все это просто настраивается, там, на одном из самых таких замороченных и сложных контроллеров на Raspberry, да, и все это реально, видео произвело, что реально все очень просто настраивается и просто работает. Вот, и это со всеми контроллеры не так, это не только с настройкой сцен, ну, там, сценариев, автоматизации какой-то, да, но и конкретно с установкой устройств. То есть, реальное устройство ставится довольно просто. Вопросы могут возникать только, допустим, с подключением диммеров. Ну, вот лично у меня, да, только диммеры, порой, вызывают какой-то, не знаю, шок. Ну, потому что я ни разу не сам не ставил диммера, особенно разрыв фазы, поэтому так вот и все это возникает. Плюс это еще быстро развивающие технологии, это что означает? Это, Ярослав, нет, не нужно обладать навыкам программирования, все делается с веб-интерфейсов, все очень просто взаимодействует. Вот, эти технологии быстро развиваются, появляются постоянно какие-то новые устройства, новые настройки на протоколе, новые интерфейсы, новые какие-то взаимодействия, кейсы, и, в общем, комбинити растет в бизнес очень быстро. Плюс сейчас еще идет развитие вообще прям конечного-конечного пользователя, у которого, там, не знаю, заплата 20 тысяч рублей, они тоже могут всем людям поставить. То есть это касательно разных проектов, там, допустим, у Мегафон есть такой проект, есть там у Теледва такой проект. Ну, в общем, таких крупных компаний есть такие фишечки. Ну, это тоже спошло в Америку, потому что там есть Веризон, который тоже так вот предоставленный умный дом, соответственно, и вот к нам это тоже перетекает, в принципе, это тоже, ну, скоро будет актуальная тема, поэтому технологии, правда, очень быстро развиваются и прям, ну, стремятся... Да-да-да, мы расскажем, конечно же, Марат, ну, сначала о преимуществах, потом о недостатках, все нормально. Вот теперь мы о них, вот правильно, как читают. Вы уже смотрели нас, что ли, да? Вот, и недостатки. Первый недостаток и вообще самый главный, это вообще то, что это радиоканал. И радио это, ну, в принципе, штука не столь надежная, потому что, ну, мы знаем, что, как бы, и Wi-Fi у нас пропадает, мы там, допустим, ушли на кухню, а Wi-Fi роутер в гостиной или в комнате какой-то, да, оп, и Wi-Fi как бы уже не ловит, или, допустим, в метро тоже не ловит у нас мобильная связь, или тот же самый Wi-Fi там с большой нагрузки. Почему так? Ну, так и с Bluetooth-ом бывает такая же, потому что далеко отошли, все, уже ничего не работает, не ловит нигде. И Z-Wave-ом такой бывает, и Zigbee бывает, это все, как бы, радиоканал, и, ну, это решается разными способами. Ну, сейчас я конкретно прямо скажу про нормальную точку доступа, да, это все решается, как бы, да, реально конкретно хорошей точкой доступа или правильным расположением устройств, или же, допустим, более мощными источниками сигнала, да, или же ретрансляторами, которые стоят в квартире, в принципе, все эти вот вещи, они закрывают проблемы с тем, что вот радио куда-то не встает, где-то не добивает и прочее. Ну, на самом деле, бывают такие ситуации, когда просто какая-то там, не знаю, частота, она просто вот не работает здесь, и прям, ну, то есть, ничего это не по делу. То есть, то есть, недавно были у наших инструкторов такие проблемы, причем у нескольких ребят, что примерно в одном и том же где-то месте, да, то есть, честно, не помню, где, говорить не буду. Ну, в общем, просто не работали, ну, не работали конкретно какие-то датчики разных типов, датчики дыма, да, и вот они работали вообще неправильно почему. То есть, они просто не работали, но они просто можно срабатывали. Почему так, ну, как бы, сказать невозможно, то есть, просто какие-то помехи, которые эфир засоряют и шлют неправильную информацию. То есть, такое тоже бывает. Еще, ну, вот, бывает часто такая система, то, что на выставках все пользуются Wi-Fi, но все свои, как бы, точки доступа, и это, ну, из-за того, что слишком много точек доступа, они все начинают карнировать в эфире, так сказать, да, и начинается наслоение этих радиовын, и получается то, что очень сильно ослабевает связь. Поэтому стандарт Wi-Fi, ну, стандарт Wi-Fi, ну, как бы, не совсем подходит под текущий реалий, ну, еще не по этой причине, потому что это просто очень забитый канал. Вот. И еще есть проблема совместимости. Вот, там даже на 5 Гц точно такая же вещь происходит. Абсолютно все каналы забиты, там влияет только, на самом деле, канал, на котором все это выставлено, и то, если реально у вас, ну, как бы, устройств очень много, то даже канал не поможет, потому что его будет очень тяжело настроить. Но об этом тоже чуть-чуть подальше. Сейчас я еще расскажу про совместимость. В принципе, во всех многих протоколах, да, но, ну, не так много устройств, на самом деле, но они еще учитывают, нужно то, что они брендированы разными компаниями, и мало какие компании делают прям нативную поддержку других устройств, и, ну, то есть поэтому совместимость страдает. Да, в этом определенные проблемы есть, и бывает, ну, сложно, допустим, даже в одну систему с одним и тем же протоколом добавить несколько разных устройств одного и того же протокола. Это касательно ZigBee. Ну, у них есть такая тоже проблемка. Вот. Вот такие вот есть недостатки у радиопротоколов, у беспроводных протоколов, в принципе. На вот этом, конкретно по этому слайду все. Вот. И теперь я расскажу про каждую отдельную технологию в кратеньком формате, и я расскажу первым делом про Wi-Fi. Wi-Fi очень известная технология, да, то есть она, в принципе, существует для того, чтобы передавать, ну, какие-то большие объемы данных, да, то есть там появляется, ну, там есть спектр GBC, по-моему, есть АЦ, есть ТЭН, и вот они все обладают широким каналом для передачи большого количества данных за какой-то небольшой период времени. Поэтому это не совсем, прямо-таки, правильный формат. Изначально закладывался он как для передачи больших данных, и когда говорят, что постанируют его как какой-то протокол для создания умного дома, очень часто к этому все относятся скептически, потому что, ну, вообще этого делали устройства на, ну, еще далекое-далекое время, на Wi-Fi. Wi-Fi очень прожарливый, по сути, сам по себе, да, то есть он много батарейки кушает, поэтому батарейчных устройств делать невозможно. А в чем смысл беспроводной системы, если с ним нужно запитывать чем-то постоянно, и запитывать почти каждое устройство. Поэтому в этом был минус. Да, есть определенные разные протоколы UORS, X-LOPM и прочие разные такие штуки, которые кушают мало, но они тоже довольно неактуальны, просто по причине того, что устройств реально почти нет, тем более в России. То есть им очень мало-то просто, линейка очень небольшая, и, соответственно, не очень получается использовать их на каком-то, ну, в каком-то формате, который, ну, позволяет сделать полную систему умного дома. Есть, да, какие-то возможные устройства, честно, я с таким не сталкиваюсь, которые конкретно Wi-Fi-устройства, которые можно прям в себе интегрировать в, там, допустим, какой-то из умных домов и начинается пользоваться. В принципе, к этой системе, я думаю, можно отнести к инвестиционеру, но это тоже не так нативно, то есть это нужно знать вообще протокол, как правильно запаковывать различные команды для отправки, как с этим всем взаимодействовать, как все это правильно оформить, и как вообще, то есть для пользователя сделать доступную и просто для того, чтобы он просто нажал кнопку, и там получился кондиционер на такую температуру. Вот. Ну, Wi-Fi очень классный тем, что там шифрование, которое до сих пор неизломено, и, в принципе, он довольно-таки очень дешевый, наверное, дешевый, то есть, ну, это формат DIY, скорее всего, потому что, ну, на нем какие-то крупные компании, прямо-таки, прям устройства в таких масштабах различных, там, датчики, релешки, они просто не делают, да, там есть какие-то, на Алиэкспрессе куча релешек есть, там, Wi-Fi, но это, ну, по-моему, это интеллектуально. Про Wi-Fi, в принципе, все, он используется по большей части, там, какими-то кондиционерами, там, ну, еще можно, ну, кондиционеры, телевизоры, там, разные колонки, у меня тоже есть, они вот интегрируются. Можно даже попробовать интегрировать, там, какой-нибудь Wi-Fi стирок, такие тоже есть на самом деле, холодильник тоже Wi-Fi есть, но это все уже такие, конечно, устройства для того, чтобы уже интегрировать все эти, причем, ну, сами понимаете, что это не так просто будет. Далее у нас есть Bluetooth, Bluetooth, мы сегодня обсуждаем 4.0, вкратце коснусь я пятерочки, такой вот протокол тоже появился, тоже немножко на него посмотрю, скажу, чем он хорош, ой, спасибо большое. Извините, да, я болею, просто, если прям неприятно, то скажите, я попробую вообще выключаться полностью, чтобы кашлять куда-то в сторону, чтобы никто меня не слышал, чтобы мне было так стыдно. Ой, так, ну, хорошо, вот, Bluetooth, 4.0, 5.0, да, то есть сейчас я про него все это расскажу. Bluetooth, в принципе, тоже очень хороший протокол, и он вообще служит, ну, он на нем очень много устройств различных форматов YOD, то есть, как еще говорят, IoT, Internet of Peace, и, ну, в таком формате. То есть это различные смарт-часы, там разные кейл-белочки разные, там кейфобики небольшие. Ну, устройств реально очень много, это те же самые наушники, да, то есть это тоже, можно сказать, что это элемент YOD, а у меня дома тоже, по сути, такая вот экосистема, которая принадлежит тоже YOD, поэтому можно все это совмещать. Но, опять же, конкретно, вот, Bluetooth в умные дома не заходит, ладно, на самом деле, по секрету, потому что заходит, и, в принципе, довольно-таки неплохо, но это всего лишь из одной компании, она называется Apple, она включает дальше. Ну, в умные дома эта вещь не заходит, очень мало компаний делают реально какие-то устройства на Bluetooth, чтобы все это работало в одной системе, да, то есть, ну, спектр реально очень маленький, да, то есть, можно сказать, то, что вот есть Apple HomeKit, и HomeKit поддерживает Bluetooth 4, Bluetooth 5, наверное, но по факту устройств реально мало, они есть, определенно есть, но вот на них умный дом в России точно не сделают, потому что в России HomeKit как-то, ну, он сейчас уже доходит, как бы, волной хайпа до нас, но уже, на самом деле, невозможно, появится устройство на Bluetooth, который будет конкретно, ну, как бы, в одном доме, там будут релешки и прочие разные вещи, но это нужно будет ждать Bluetooth 5.0, потому что Bluetooth 4, он обладает точным магнитным радиусом действия, и в нем нет ретрансляции. А ретрансляция – это очень важная вещь, потому что радио тоже ограничено в своем радиусе действий, и чтобы добивать до каких-то дальних точек квартиры, или, там, коттедж, или, там, допустим, коттедж 800 квадратных метров, да, ну, там Bluetooth всю систему не покроет, то есть какую-то локальную штуку, да, вот, и, соответственно, получается так то, что, ну, нужно взять новую версию протокола, Bluetooth 5.0, который уже будет с ретрансляцией, с каким-то качественным отображением всех устройств. В таком формате, да, Bluetooth может развиться и будет довольно неплохим на сегодняшний момент, но это будет только, наверное, к 2020 году, по прогнозам многих людей, ну, экспертов, мнений, так сказать, потому что, когда этот протокол запускается, да, ему нужно еще минимум, ну, года 2-2,5 на обкатку, просто по причине того, что это новая вещь, и все к ним относятся осторожно, и чтобы какой-то продукт запустить и оттестить, его реально нужно такое, как бы, длительное время. Вот, соответственно, плюс еще Bluetooth тоже, ну, я не покинул, что прямо это недостаток, то, что частота 24 ГГц перегружена, на самом деле, вот в этом плане все окей, потому что LED 10 не такой большой, и с этим абсолютно все нормально. Вот, плюс он тоже зашифрованный, он мало потребляет, поэтому он тоже, как бы, просто на уровне других протоколов в этом плане. Вот, еще есть такой прямой конкурент нашему протоколу, ZedWave, это ZigBee. ZigBee, на самом деле, очень сильно похож на ZedWave, и вот я скажу то, что прямо единственное такое жесткое отличие от, два таких жестких отличия, все-таки, наверное, от ZedWave, это в том, то, что у него ужасная совместимость, и он не так доступен в России, да, то есть он, конечно, явно дешевле получается, да, но он не столь доступен, поэтому приобрести какую-то полную систему себе, да, на Уминдоне, это, в принципе, будет довольно прогемотично. Ну, если, конечно же, вы считаете, что, допустим, Уминдон от Саоми, это полностью полноценный какой-то Уминдон, там, без автоматизации нормально, да, то, в принципе, в таком случае с ZigBee все нормально, но я говорю конкретно про большую автоматизацию, то есть полную автоматизацию, то есть на уровне КМХ, там, Крестром и прочее, то есть в этом плане устройств намного меньше, и Уминдон без ZigBee очень тяжело получается сделать. Вот, и еще есть вот проблема совместимости, это прямо-таки, вот моя любимая, прям, есть такой пример отличный, есть такой контроллер Вера, и он поддерживает, ну, там, на ZV, он на ZigBee, он там еще, он на Bluetooth, по-моему, в общем, он такой протокол. И, в общем, если в него включить какое-то устройство и потом контроллер отключить, то устройство тоже можно выбросить, просто по причине того, что устройство не может самостоятельно сброситься и обновить настройки. То есть чтобы это устройство опять могло быть в использовании, его нужно исключить из, соответственно, веры. То есть если у вас, ну, не таких устройств, на самом деле, довольно-таки много, да, и получается то, что если у вас, там, допустим, поломался ваш контроллер каким-то образом, да, или там вы его сбросили, то все эти устройства будут не рабочие. Это не очень прикольно, это вообще не прикольно, на самом деле. Поэтому такие вот есть проблемы с ZigBee, и это нужно иметь в виду. Остальное, в принципе, очень схож с ZV, на ZV сейчас тоже расскажу. Единственное, в ZigBee там идет более, по-моему, слабое развитие самого протокола, и там не столь хорошее шифрование, что в ZV. Есть там такие, ну, очень такие уже сложные технические тонкости, да, там по разным параметрам, о которых я тоже чуть-чуть дальше расскажу. Вот, ну, давайте теперь переходим к ZV. ZV – это протокол, который занимается наша компания, компания ZV. ZV.me, и давайте немножечко я тебе тоже расскажу, что она вообще из себя представляет, и что же вообще можно сделать с помощью ZV. И тут немножко кривой слайд, потому что тоже сегодня все утро мерзла презентация, и все-таки... Ладно, тогда немножко от себя расскажу. Вот, ZV – это вообще, ну, протокол очень надежный в плане шифрования, потому что недавно вышло шифрование типа S2, ну, тоже шифрование с помощью метода Диффи-Хелмана, да, с помощью S128. И, ну, там еще есть такой нюанс, то, что раньше все-таки такие беспроводные системы тоже были уязвимы, уязвимы, и можно было перехватить шифрование, да, то есть функция шифрования для, как бы, получения доступа к, грубо говоря, вашему мнению, можно было перехватить на стадии включения. Это сейчас номинировалось в ZV, то есть выпустился новый формат S2, и там это поправилось, то есть там уже идет включение шифрования уже прямо на стадии включения в сеть. В других протоколах это, по-моему, осталось, это до сих пор как бы непоправданно. Вот, по сравнению с цена доступна, что я про это скажу, в принципе, ZV, ну, на самом деле он дороже, чем свои беспроводные конкуренты, да, то есть ZB, там, Emotion, там, что еще, ну, Bluetooth, допустим, да, он реально дешевле получается, но по факту, если, ну, он намного дешевле, чем все проводные системы, то есть это в 3-5 раз, да, допустим. Ну, это же в деле отличается в два раза, конечно, там, от KNX, в 3-5 раз, да, то есть в принципе раньше даже, ну, до доллара, по-моему, доходило до 10 раз. Вот, и как бы все функции, которые есть в ZV, они, точнее, в KNX, да, они охватываются в ZV, поэтому такого широкого спектра возможностей, ну, кроме как в ZV в беспроводных системах нет, поэтому тут мы знаем, до что мы платим по факту, то есть почему ZV дороже на, там, 10%, там, на 15%, наверное, может быть, дороже, чем какие-то, ну, другие устройства, там, ZB и прочее. Ну, тоже об этом сейчас немножко я поговорю. Первая причина – это то, что мы живем в России, и, в принципе, то есть ВОЗ в Россию обуславливается тем, то, что нужно все это платить, там, таможенный ВОЗ, МДС еще нужно платить, и вот это тоже цены формирует определенные, поэтому это все, естественно, в России на какое-то определенное количество дороже, да, чем в Европе. В принципе, в Европе, вроде, довольно-таки дешевое. Вот. Монтаж на любой стадии, ну, я думаю, то, что уже все поняли, что беспроводные системы монтируются как угодно, где угодно и куда угодно, вот, если честно, у меня вот даже ящерца автоматизирует, да, у меня живет дикончик небольшой, у меня там свет на нее включается при открытии створки, ее включает свет, и это было сделано за 5 минут, то есть там, ну, просто готовое решение, по сути, да, какое-то есть. Продукт поставок, все работает. Вот. И недостатки тоже есть определенные, вот, на сторону недостатков вообще. Я скину другую немножко презентацию, она уже будет полностью законченная, красивая, оформленная. Вот. И недостатки затворила. Ну, опять же, это, ну, про цену я сказал, да, какие еще недостатки? То, что это, естественно, радио, да. Бывает такое то, что затворив как-то, ну, в принципе, может не срабатывать определенные местности, и, соответственно, ну, все будет довольно печально. Вот. И, в принципе, ну, какие еще недостатки? Сейчас, давайте я посмотрю быстренько сейчас. Один момент буквально. А, вот. И еще один достаток в том, то, что сертификация, ну, как бы устройства должны проходить обязательно сертификацию, потому что у нас весь Затвейх, это, ну, не какие-то разводные компании, это большой-большой альянс, то есть там 450 производителей различных, и весь альянс, это, ну, все устройства, которые в этом альянсе производятся, они должны сертифицироваться. А сертификация это, в принципе, довольно-таки долгий процесс, и из-за этого не так быстро появляются новые устройства на рынке, и тем более не так быстро они появляются в России официально. То есть именно российской частоте сертифицированы с всеми документами на ВОЗ. Поэтому это тоже есть небольшой минус, но в них протоколах это не замечается, но получается так то, что чуть-чуть больше все эти устройства ввозятся в Россию. Плюс еще есть насудок того, что, ну, в принципе, слабо развивается сам The Wave в плане маркетинга, то есть мало финансирования вообще, в принципе, разных компаний. Ну, конкретно, я говорю про Россию, потому что в Европе все более-менее нормально, там на это прям деньги же нормально так бухают. Вот, а в России протокол пока не столь уже актуален, но его не уводят на туторию, что прямо-таки появляются какие-то жесткие, не знаю, бустеры или там финансисты, которые прям спонсируют The Wave, да, чтобы там очень много людей знало. И в этом, да, тоже, я считаю, есть определенный минус, потому что развитие замедляется. То есть тяжеловато. Тяжеловато нам, конечно, приходится, но мы как-то вот все-таки стараемся все это передвигать и развивать. Вот. Идем дальше. Тут у нас небольшая сводная табличка сравнений протоколов. Тут еще есть, кстати, ULE и U-Motion. Вот. И тоже можно будет посмотреть отдельно. На ней я прям не буду остановиться подробно. Тут единственное, что в чем еще дизайновский плюс, да, то, что есть InstaToolset, это вот набор разработчика, да, который, ну, даже инстареатор, который позволяет сеть анализировать на стадии, ну, закладные проекты, да, то есть анализировать сеть, анализировать вообще подникаемость разных объектов, ну, объектов, точнее, разных объектов, типа стен, там, разных коммент, как там вообще все это будет находиться, как все это будет взаимодействовать. Ну, то есть, не стройная вещь, а вот у других протоколов это нужно каким-то сортать и течи сделать, это, ну, то есть, не так просто сделано. Вот. Табличку тоже можно будет потом посмотреть. За троих. Очень много производителей. Тут есть очень много разных брендов, тут, на самом деле, напряжены такие, ну, зарубежные, но вот у нас, допустим, что подставлено у нас в России. Это Zomphi, это NorsQ, это IO Labs, у них немножко лого, кстати, изменилось. Это Mitsumi, да, у нас иногда появляется, плюс тут еще где-то Logitech тоже есть, ну, конкретно мы тоже тут есть, Sigma и что-то я тут Fibara не вижу. Кстати, винтов тоже был недавно, тут тоже компания была, но сейчас все. Еще Fibara есть, на самом деле, брендов реально много, тут не все отражены, то есть, только маленькая часть, которая, в принципе, существует. Также Zetwave, чем хорош, тем то, что компании, которые производят устройство, они реально заморачиваются с тем, как это будет выглядеть дома. Вообще, у многих компаний, представление в разработке такое, то, что устройства вообще должны быть скрыты, не должны быть видны, но если они будут видны, то они будут дополнительный интерьер, поэтому стараются вообще вот компании, типа Fibara, типа Aoteca, да, вот, компании прямо-таки заморачиваются внешним видом устройств, и они прям выглядят очень красиво, то есть, тут можно на самом деле привести небольшую аналогию, да, вот, Apple-Fibara, да, и, в принципе, Fibara старается такую марку держать, то, что они такие вот уникальные, крутые, с крутыми девайсами. По дизайну согласен, да, получается, очень симпатично, по дизайну приложения на веб-интерфейс не согласен. С телефоном не разболись, там теперь красивое приложение, все очень круто сделано, мне прям нравится. Смотрите, реально просто прям такие мяшечные устройства, мне вот прям... Вот эти вот три датчика, это прям вообще фантастика, вот, я от них тащусь. У них там еще кнопки, но, тоже, аспект устройств я еще поговорил побольше, да, но вот эти вот прям, они реально крутые, они там, изморгают, очень замечательные, маленькие, компактные. Датчик дыма тоже вообще самый маленький, безусловной, то есть, там, это реально подтвержденный факт, что реально самый маленький датчик дыма, беспроводной, так еще и работает. Прикольно. Вот, а датчик практически вообще стал, даже в России уже стал, по мнению телеканала НТВ, по-моему, он стал чудо-устройством месяца, что ли, до года, ну, в общем, с ним тоже была передачка, было прикольно. Вот, но остальные девайсы, на них тоже поговорим, потому что я еще много-много-много расскажу про устройства, вообще, про нашу линейку, оборудование, что у нас есть в текущем моменте, что у нас будет, и вообще, ну, поймете вообще, какой спектр бардона есть, и что можно сделать с этими устройствами. Вот, еще чем хорош ZetWave? ZetWave хорош тем, что, ну, есть несколько типов возможностей закладывания объекта, да, можно сделать там вообще прям по лову прайсу, можно сделать стандартный прайс, можно сделать высокий премиум, то есть, в зависимости от ваших потребностей. Поэтому, как такового стенды есть, это Андрей расскажет, их тоже можно заказать. У нас, ну, в общем, Андрей сейчас расскажет все подробно, если он здесь находится. Вот, и, то есть, конкретно подобрать ZetWave под, ну, как бы, средний чрезвычайзак, это прям-таки нельзя, потому по нашему опыту, потому что автоматизировать можно как-то и совсем чуть-чуть, то есть, там, просто, допустим, 2-3 лампы, которые нужны, там, при входе, там, входишь домой, у тебя включаются 2-3 лампочки, все, тебе хватает. Или же сделать вообще полную заряженную какую-то автоматизацию, там, на 800 на 700 тысяч, и прям вообще все там учтено и круто сделано. Поэтому форматов разных много. Сейчас я вам сказал двух, о стандарте и о премиуме. Один номер, пожалуйста. Вот, у нас вот есть два таких вот, две возможности в текущей презентации. Это стандартная цена, которая, в принципе, охватывает довольно много разных систем, да, то есть, это освещение, отопление, можно сказать, причем отопление даже котла возможно, да. Вот, и, соответственно, цена будет, ну, что входит в стоимость 150 тысяч. Это автоматизация, во-первых, ну, возьмем автоматизацию коттеджа, да, это самый жесткий контроллер, который у нас есть, да, 50 тысяч, то есть, уже, ну, мы пробили, осталось 100 тысяч, да. Берем устройство освещения, там, допустим, сколько, ну, комнат, 4-5 комнат берем по освещению, берем еще, допустим, термоголовки, на батарею тоже там 4-5 что-то берем какую-нибудь одну камеру возьмем, и датчики безопасности, там, датчик протечки один, датчик дыма, там, одну штуку, вернее, два датчика протечки, и все это у нас образует примерно вот эту сумму 150 тысяч. В принципе, смотрите, это цена РРЦ, то есть, это просто РРЦ цена, чтобы получить, ну, как бы, чтобы получить стоимость конкретного вообще-то 150 тысяч, если вы с нами работаете, вы берете, как бы, наш прайс, определенную скидку на эту ставите, и получается что-то около 100 тысяч за все это оборудование. Далее, ну, это конкретно для вас закупка, да, далее идет настройка плюс инсталляция, да, и здесь уже цены, на самом деле, они очень сильно плавны по причине того, что как вы будете работать и насколько хорошо вы относитесь к вашему клиенту. То есть, 140 тысяч – это прям максимальная цена, то есть, вы прям видите, что клиент готов платить, он в этом не хочет разбираться, ему просто нужно, чтобы это было сделано быстро, качественно, и все, 140 тысяч, и такие хоп-хоп-хоп, пару дней все сделано, отлично. Вот, опять же, все это плавает, это может быть цена намного меньше, да, всем участникам будет, если вам что-то конкретно нужно будет отправить, можете почту свою оставить мне в вопрос или в личное сообщение, то тогда мы вам ответим. Вот, в одном случае, если же, там, человек реально хочет от этого забраться или, там, допустим, вы хотите сделать это поменьше, потому что понимаете, что, там, допустим, участник просто уйдет к другому, там, допустим, конкуренту или куда-то еще в другую, там, технологию по причине другивизны, и в таком случае вы можете, ну, за инстанцию взять, допустим, не 140 тысяч, а 50%, то есть, там, около 70 тысяч, в зависимости от того, насколько вы все это быстро делаете, насколько вы много тратите на ресурсы, на то, сколько вообще, на то, насколько вам это было сложно и ресурсы затратны. Если это было быстро, у вас большой поток клиентов, да, то, в принципе, вы сами потом подумаете, что, как бы, чем ниже цену ставите, тем выгоднее, получается, работа, на самом деле. Вот. Да, я вот вижу... Сейчас я просто скопирую секундочку одну. Егор, я записывал свою субпочту, все супер. Вот, соответственно, с ценами мы немножко определились, да, то есть, мы понимаем, что у нас цена... Да, Олег, смотри, сейчас про это чуть тоже расскажу. Мы примерно поняли, что цена объекта довольно сильно плавает, зависит все-таки от непосредственно инсталлятора, от его порядочности, от его возможности качественно работать и качественно предоставить свои услуги. Поэтому тут каких-то определенных ценников нет, на этом демпинговать не получится по причине того, что если вы, допустим, поставите стоимость даже то же самое 20 тысяч, но вы реально понимаете, что вы работать особо в этом не умеете, то вы не сможете этот проект сделать, и он в конце концов уйдет к нам, а от нас мы уже назначим каким-то хорошим инсталлятором, который знает свое дело, назначит нормальный прайс и сделает все как надо. А вы просто с этого рынка улетите, и все. Поэтому демпинговать тут довольно тяжело. То есть, это не можно, конечно, попробовать, но это большой риск вообще просто выйти из этой такой небольшой игры или гонки. И также есть премиум-система. Премиум-система это уже какие-то прям-таки большие коттеджи, у которых там будет по два контроля вырастать, по три контроля, там трехэтажные коттеджи. Это уже такой формат, где, конечно, можно было бы использовать и КМХ, но вот что-то решили с The Wave, решили почему. Потому что не хочет ничего ломать. И в таком случае The Wave с этим тоже справляется, справляется она отлично, и все тоже работает. Но тут уже растет цена немного больше, потому что нужно будет брать еще контроллер, да, какой-то определенный контроллер будет стоить либо, ну, в цену либо два устройства The Wave, либо четыре устройства The Wave, да, то есть это тоже много, поэтому вот так вот растет ценник. Плюс еще в премиум входит различная интеграция разных там телевизоров, кондиционеров Wi-Fi, да, вот там, допустим, колонок, там, каких-то устройств по IT, FTTT, протоколу, допустим, какие-то, в общем, вещи, которые в самом затворе нет, но они с ним интегрируются, и это сделать реально возможно, но за это, естественно, нужно брать определенную стоимость. Да, Ярослав, я тоже вашу почту записал. Вот, соответственно, в этом формате уже реально растет не только стоимость устройств, да, конечных, но и стоимость инсталляции, потому что бывают такие случаи, когда реально нужно иметь недюжий опыт в интеграции разных устройств в The Wave, да, допустим, это аналоговый, есть такие вообще, ну, как бы, в один из кейсов тоже небольшой такой пример, аналоговый домофон, они интегрируются в The Wave с помощью одной штуки, но эта такая вот штука может пользоваться, ну, максимум человека три по России, соответственно, за это они скажут свою цену, она будет примерно, ну, вот, находиться вот в этой категории 345 тысяч, да, то есть это понятно и это адекватно. Опять же, чем сложнее интеграция, чем сложнее монтаж, тем больше вы можете брать по проценту от, ну, соответственно, от заказа. Еще есть один формат, о нем я расскажу в конце, и это означает то, что вот эти вот суммы не нужно платить разом, все, да, то есть это тоже на ваше усмотрение, это все нужно растягивать. Я тоже об этом расскажу, как это сделать, это тоже один из ключевых моментов, чем хорош The Wave в принципе. Так что рекомендую сесть до конца, чтобы не пропустить эту фишечку. Вот. Дальше мы разговариваем про The Wave. Это, опять же, повторюсь я, что The Wave позволяет зайти, как и любая, на самом деле, бесплатная технология, позволяет зайти в любой отремонтированный объект и сделать там любую автоматизацию, которую, в принципе, нужно там сделать, да, то есть его можно в небольшие офисы ставить, да, его можно там, ну, в большие кэш тоже можно ставить, но это будет дороже, чем даже проводная, поэтому особой смысла нет. Вот. Его можно там, допустим, с Microsoft Azure интегрировать, чтобы делать тоже какие-то там, не знаю, еще прикольные. Допустим, недавно ребята делали тоже автоматизацию в каком-то из офисов переговорных ставили датчик движения на The Wave и интегрировали его в систему вот этого Microsoft Azure, которая управляла данные о том, кто-то есть сейчас в переговорке или кого-то нет в переговорке, на какой-то пульт, что ли, и вот, в общем, понимали, есть кто-то вообще в сети, фу, не в сети, а в помещении или нет, в помещении, в свободной комнате или занята. Затвейф, вот сейчас я коснусь котельного оборудования, Затвейф охватывает вообще реально все функции моего дома по причине того, что реально спектр оборудования довольно-таки большой, и ему есть что вообще показать проводным системам, то есть там все то же самое, и все точно так же работает, все точно так же настраивается. Вот, допустим, вопрос про котельное оборудование, оно, в принципе, есть. Котельное оборудование афинитизируется с помощью подключения к, соответственно, к мозгам котла, то есть к его платьям, допустим, с сухими контактами. Или же сухие контакты – это такая, можно сказать, базовая вещь, которая, в принципе, почти везде есть, и нет только вот фидара, этих, в новых решках фидара. Раньше они, кстати, были, сейчас уже нет. Но, по сути, они есть в любых других реле, они управляют сухими контактами. Есть еще просто слаботочечные устройства, которые точно так же этим котлом управляют. Они его включают, выключают, допустим. Есть точно так же устройства 010W, которые могут позволять разные режимы включать. Это, как ни странно, можно использовать фидара RGBW устройство, которое позволяет выдавать на свои каналы напряжение от 010W, то есть шейн регулировать все это. То есть это тоже можно так подключить и можно так управлять. Вопрос, как это все упаковать? Упаковать это, естественно, можно, но это в первый раз делать сложно, во второй, в третий, в четвертый, это уже много легче. Опять же, это только опыт ваш решает, насколько вы все это сможете автоматизировать. Далее, газовые, как минимум, вообще не рекомендуется автоматизировать, то есть их нельзя выключать, их нельзя там, ну, включать можно, конечно, но выключать нельзя. Поэтому вот эту автоматику лучше не трогать, как по мнению, естественно, часто трогают, да, сейчас реализуют, но, блин, все может просто лететь на воздух и это вообще не прикольно. То есть есть такие даже платы, с помощью, ну, к сауну бутбассу можно подключиться. Есть такая плата лорант, сейчас я даже найду ее описание, если немножко подождете. С помощью этой платы лорант на нее можно продавать HTTP разные запросики. и эта плата будет управлять, в смысле, своим котлом. Тоже это рабочая схема. У нас, смотрите, я прошу Андрея туда найти сейчас вебинар, который у нас был 28 февраля 2016 года, по-моему, был у нас, точнее, у нас встреча, на котором я тоже рассказываю, еще длинность такая была, рассказываю о том, как вообще, возможно, котлы автоматизировать, там тоже мои коллеги, ребята, он из него тоже рассказывает, как все это тоже можно сделать, поэтому тоже рекомендую с этим ознакомиться. Сейчас тоже кину статейку небольшую на это устройство, Андрея попрошу найти YouTube-ссылку нам. Субтитры сделал DimaTorzok Сергей, есть у нас YouTube-канал, там мы периодически выкладываем тоже записи вебинаров, есть даже просто обучающие ролики с устройствами, поэтому вот по ссылочке, которая там сейчас есть, кстати, сейчас ее тоже проверю, да, это у нас встреча, там можно чуть-чуть-чуть-чуть пролистать вперед, и, соответственно, прийти меня, и там, да, все это будет тоже рассказано. Вот, так просто на канал наш заходите, тоже подписывайтесь, там тоже много информации по устройствам, просто по настройке, разные вебинары, там даже есть, ну, относительно новый вебинар по продажам, там еще, так сказать, Полина Шигариева, вот, поэтому тоже рекомендую к ознакомлению. Так что сейчас прям переходите, записывайтесь, я на секундочку отойду, и у нас сейчас там 475 подписчиков, я думаю, что когда вернусь будет 480, я на вас рассчитываю, хотя бы 480. Субтитры сделал DimaTorzok так, я снова здесь, я думаю, что продолжаем, вот, не 480, не 2 подписали, спасибо большое. Вот, продолжаем тогда тоже, так, 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 еще одну почту записал от Олега, и идем дальше, разговариваем. Так, чем еще хорош конкретно затворили инсталляторы? Тем, что это очень просто делать, то есть система, в принципе, очень простая, но простая для тех, кто в этом хоть немножко разбирается, кто это время посвятил, кто сделал хотя бы пару проектов. в этом уже можно сказать формате, что реально это просто, и есть возможность, возможно, как бы вы будете уже уметь открыть разные, там, допустим, те же самые котлы, или там кондиционеры, или какие-то сложные системы. В общем, если у вас есть навыки монтажа, да, какие-то, то вы уже, как бы можно сказать, почти стали специалистом. Почти. Почему почти? Потому что еще, на самом деле, чтобы прям стать крутым специалистом, нужно к нам записаться на вебинар, на семинар, точнее, который платный, естественно, но мы там обучаем прям очень жестко, мы три дня подряд сидим и нареживаем вас, и делаем из вас спеца затворили, мы по крайней мере стараемся вложить какие-то в вас знания, подавим вам сертификаты, и в таком случае, то есть вы уже можете тоже этим, как бы, хвастаться, говорить, что вот мы прошли там курс затворили, мы прям вообще шарим и забираемся, поэтому можно вот к нам обращаться, мы все сделаем. Ну, еще плюс мы рекомендовались, типа, такой вот основной компанией, которая первая вообще появилась в России, да, и до сих пор держит какую-то полюбную марку, да, то, что мы к нам зарекомендуем, и поэтому можно к нам тоже обращаться. Вот. Чем еще зато это хорошее, тем то, что все устройства нет обратной связи, и если какое-то устройство неправильно настроилось, да, или там что-то неправильно выяснили, сделано, вы все на это поймете, да, то есть, то, что устройство, допустим, не пингуется, не отвечает, что-то не срабатывает, оно там отвалилось, это все сразу понятно, ясно, и, то есть, вы это поймете и можете это перенастроить. Плюс еще шифрование, сейчас, на самом деле, вот, это не сказать, что это прям администратор хорош, но это хорошо для того, чтобы добавить тех клиентов, которые заморочены на своей безопасности, да, то есть, нужно всего лишь просто понимать, что, ну, вам тоже это следует знать, то, что затвейд шифруется лучше любой беспроводной, как бы, системой, просто по причине того, что у него тоже используется это шифрование с помощью A128-бит, но уязвенности, которые остаются в этих протоколах, в других протоколах на текущий момент, затвейд уже поправлены. И эта вся система еще развивается дальше, и скоро вообще, вот так вот, я тоже вам по секрету скажу, будет, есть сейчас затвей в плюс, а будет еще одна версия затвей в плюс, она будет называться по-другому, пока название я не скажу, но скажу то, что это седьмое поколение устройств будет, и там очень много разных плюшек, но это только никому, я по секрету сказал. Вот, и, соответственно, шифрование лучше всего, ну, лучше, поэтому переживать о том, что кто-то влезет в ваш дом, ну, как бы, не надо. Вот, то есть это, ну, часто является таким вот моментом, который додавливает клиент, и он соглашается на эту систему. Плюс еще, вот, кстати, на шифровании тоже часто и вопрос возникает об удаленном доступе, о том, как он вообще, ну, получается, и я все уверен, что есть два варианта. Если вы паралек, да, то вы можете сделать прямое подключение, да, то есть открыть туннели, нет, как это называется, в общем, открыть порты, сделать порт-форвардинг и через туннерный канал СССР, там, допустим, через свой какой-то сервер, просто напрямую заходить к себе на устройство, и, то есть, никто не будет иметь доступ к вашим данным. А остальные просто, там, эти порты закрывайте, чтобы никакие, там, удаленные серверы не имели доступа к вам. Если же вы не особо параноик и к этому довольно-таки спокойно относитесь, то все остальные, ну, в общем, все компании, у которых есть контроллер, они дают доступ через собственные серверы для того, чтобы вам было просто удобно заходить. Вы заходите либо на сайт, либо на контроллер, и, получается, просто имеете удаленный доступ. Логинитесь, просто вводите там пароль, логин, пароль вводите, заходите, и все здорово, все удобно. Плюс это еще облегчает доступ к технической поддержке, да, то есть, если у вас, допустим, вы сделали там свою закрытую систему, то к вам никак не подключится быстро, а если у вас все открыто, то мы просто подключаемся к удаленке, там, через свой сервер и просто все это решаем, там, в какое-то разумное время, то есть, там, в час-два все решается, есть какая-то сложная проблема. Вот. Я думаю, что у вас с удаленым доступом понятно. Ребята, как вы, не спите-то вообще? Нормально все у вас? Интересно? Все, супер. Да, вот эта поддержка тоже, на самом деле, нужна, потому что, ну, не хочется просто так тоже воздух стрясать. Если это интересно, то, да, давайте, продолжаем, работаем, как говорится. Вот. И еще, как бы, вот это тоже слайд такой, немножко с подвохом, потому что о нем тоже чуть-чуть дальше расскажу, но здесь вот самое интересное, то, что ZotWave – это отличная возможность апсейла. Апсейл – это, ну, возможность допродаж. То есть, допустим, вы поставили систему, да, и как бы все здорово, клиент довода, вы его закрыли. Потом, что-то вам хочется еще немножко денег с него получить, вы думаете, что реально можно его, как бы, немножечко раскрутить на большие деньги, и вы там через год или через два приходите к нему, там, созвониться, говорите, что, вот, смотрите, у вас там уже уровень батареи падает, вам заменить на самом деле нам, давайте я приеду его, как бы, заменю. Ну, приезжаете, как бы, здоровьтесь, говорите, слушайте, а вы тут вообще все поменяли, все здорово, и потом, как говорите, слушайте, у вас тут еще, короче, новое устройство появилось, очень крутой, допустим, Fibara Slide. И вы там жестом, там, так вот рукой проводите, у вас там связь включается, он говорит, вау, круто, давайте тоже поставим. И вот таким способом, как бы, какой-то, какой-то тоже до продажи небольшой, да, но в целом, как бы, это приятно. Вы и клиенты познакомились с новыми устройствами, вы вообще держите его в курсе, что вообще за то есть, и там, что-то поднастраиваете ему. Ну, в общем, держите хороший контакт, это приятно. Ну, и себе тоже какую-то небольшую, там, сумму заработали, просто в причине того, что вы трепетно относитесь к клиенту и хотите его, там, знакомить с какими-то вещами, вообще, в принципе, тоже его произведете даже через какое-то время. То есть, все, как бы, в плюсе. Вот, а про масштабильность и расширяемость, я тоже скажу, чуть-чуть подальше, это тоже очень важная, тоже очень прикольная штука. Вот, и вот тут у нас начинаются некоторые такие проблемы, потому что у нас Мерополис, Мерополис видео не воспроизводит, раньше воспроизводил, сейчас вот последние три стимуляра не воспроизводит, но может, как бы, добиваем этот год подписки, мы перейдем на другой, как бы, сервер в скором времени, там все видео будут доступны, то есть, тут вообще видеопрезентация Фибара была, такая крутая, прям, вообще, глянец-носк, фантастика, но, к сожалению, не посмотреть. Я думаю, что на следующем можно посмотреть, и вообще можно, как бы, будет посмотреть у нас на YouTube-канале тоже. Вот, ну, идем туда дальше, с этим мы попозже разберемся. Вот, и теперь подходим, что-то мы, конечно, по времени немного не укладываемся, а чуть-чуть ускорюсь. Вот, потому что уже прошло много времени. Ладно, окей. Теперь давайте поговорим о том, как вообще система это работает, как она вообще взаимодействует с человеком, как она взаимодействует с конечными устройствами, как вообще, что такое, что за экосистема Z-TWay-а. Вот, и самое следующее, что нужно знать, что в Z-TWay-е все работает, ну, можно сказать, централизованно, потому что есть центральный контроллер, к которому все устройства крепятся. И контроллер вот всю эту информацию обрабатывает и передает уже, соответственно, конкретно пользователю на конечные устройства, да, то есть, там, на телефон, на планшет, на смартфон, там, в общем, куда угодно. И все это получается, информация получается. То есть, есть у нас вот наш главный контроллер, это вот у нас Вера, и есть какие-то конечные устройства. Вот это конечные устройства, это, там, это. И вот потом все это передается еще на наши вот конечные конечные устройства. Выглядит это примерно так. Также еще вот есть такой вот слайдик, тут уже Home Center, да, то есть, это вот наши вот мозги системы, как Андрей тоже любит говорить, мозги системы. Потом идет взаимодействие с нашими, типа, не знаю, органами управления, да, то есть, это, там, планшет какой-то. И идут уже какие-то конечные устройства, там, датчики, допустим, категория датчиков беспроводных полностью. Есть еще формат DIY в устройстве, там, интеграции. Есть, там, просто, воплак, это разъяточка лудная, да. И вот еще есть спектр вот такой вот, вот такой вот, вот так вот. Это у нас диммеры, релешки, двойные релешки, RGB-контроллеры и модули для управления, ну, желези. Кстати, желези тоже очень классная вещь, желези мы управляем вообще очень легко. Вот, так все это управляется. Ну, как бы, видите, везде мы видим то, что вот есть тут у нас самый главный контроллер, какие-то устройства есть, и вот уже, типа, есть планшет, на котором все это управляется. Вот, то есть, принцип понятен. То есть, есть контроллер, мы от него подключаемся, на планшет мы к нему подключаемся, а с планшета, точнее, с контроллера мы уже в Z2 в сеть обращаемся к нашим устройствам, которые в них включены. Потому что, Сергей, объясняю, потому что они выпустили вот с новой линейкой, FGS, 223 и 222. Это реле, у которых нет сухих контактов. То есть, там раньше была перемычка, если помните, да, там был вход, им был, если туда перемычку ставить, то идет управление полной нагрузкой. Если перемычки нет, то идет сухой контакт. Сейчас будет новое реле от компании Filio, мы вот уже привезли, вот, нам вчера приехали трележки, и там два типа. Там будет с наркопотреблением без сухих контактов и без наркопотреблением, но с сухими контактами. Об этом тоже чуть дальше расскажу, но сейчас мы говорим про систему. Я думаю, что я увидел вопрос, поэтому идем дальше. Вот, и тут еще мы говорим про роль контроллера сети, то есть, про роль вот этой вот такой вот штуки, похожей на роутер. Но это как бы холмастер, он только тут похож на роутер. Вот, и для чего вообще контроллер нужен? Контроллер нужен для того, чтобы, первое, включать устройство в сеть. То есть, включать и исключать. Пока у нас есть контроллер и устройства, которые еще не распаковались, не подключились, они никак не связаны. Чтобы их связать, нужно открыть в интерфейсе специальную вкладочку, которая позволит нам включить устройство в сеть. Нажмем на кнопку «включить». После этого мы нажмем на устройство там три раза и устройство регистрируется в сети. Это довольно-таки просто, но некоторые скажут, блин, там разные системы есть, там просто, не знаю, ничего не нажал, все заработало, все круто. Все работает. Ну, то есть, да, там просто сосканированный штрих-код или что-то такое. Почему тут, типа, нужно какие-то кнопки жать? Ну, во-первых, на самом деле кнопки жать не всегда приходится, потому что есть режим включения, просто если достаете, допустим, стикер из подустройства, все это сразу включается в сеть. Или, допустим, включаете розетку в сеть, она тоже включается в Z-Wave. Вот, но это подробнее будет у нас на семинарах. То есть, такие тоже есть вещи. Ну, а вторая причина, ну, как бы, блин, у нас устройств-то, ну, дофига на самом деле. То есть, там около 150 устройств, и, ну, как бы, все включаются, примерно, шаблонно. Вот, ну, то есть, нельзя будет поднять систему целую просто на каком-то таком автоматическом включении в сеть устройств. Поэтому, ну, это разумно, когда все-таки нужен какой-то физический контакт при включении этих устройств в сеть, потому что их реально слишком много. Вторая роль контроллера – это хранение таблиц самаршотов. То есть, когда мы добавляем много устройств в сеть, мы начинаем, ну, точнее, не мы, контроллер начинает алгоритмы какие-то простраивать у себя в голове, чтобы выстроить какое-то древо, какую-то такую ячеистую сеть, чтобы понимать, какие устройства с какими взаимодействуют, каким доступ к каким устройствам, и чтобы эту таблицу передавать на то же устройство и, ну, передавать, в общем, маршруты, по которым все взаимодействие будет. Я думаю, что с этим, ну, это довольно сложно сначала понять. В общем, просто мы передаем таблицу маршрутов, по которым все устройства будут общаться. Если бы этого не было, то устройства бы не обладали возможностью общения с каким-то девайсом, который находится за три комнаты от этого устройства. То есть, не было бы трансляции. Далее на контроллере у нас еще находится интерфейс пользователя. То есть, на этом интерфейсе пользователя мы уже делаем сценарии, мы с устройством взаимодействуем, мы туда включаем сеть, мы, там, допустим, даем доступ, в общем, наставим полностью из контроля через интерфейс пользователя. Вот. И еще сам контроллер после создания этих интерфейсов, после создания этих сценариев, все это еще исполняет. То есть, все логические сцены, все взаимодействие, там, с геолокацией, там, с обременем, с чем-то еще, всех устройств, крутятся на контроллере ZWF. Поэтому контроллер ZWF это довольно-таки главная штука в топологии. Поэтому нужно его хранить, любить, ходить или леять и делать бэкапы. Вот если не делаем бэкапы, то плохо. Если делаем бэкапы, то хорошо. Даже если там что-то сломается или там, не знаю, что-то сгорит, там, не знаю бог, что-то исчезнет, в общем, то все это становится и все будет точно так же работать. Идем дальше. И теперь расскажу про крутые-крутые контроллеры ZWF. Их в России, на самом деле, самые актуальные, это три типа, четыре типа, можно сказать. Это вот конкретно Home Center 2 и Home Center Light. То есть, это одна и та же категория, только Home Center 2 чуть-чуть покруче, чем Home Center Light. Чем покруче? Так. Ладно, прям здесь я расскажу. Чем покруче, тем то, что Home Center Light просто немножко урезанная версия Home Center, ну, на самом деле, немножко сильно урезанная версия Home Center 2. Она выпустилась чуть попозже для, не знаю, зачем, как она была сделана, но, в общем, чтобы просто был более таким дешевым сегментом ZWF. И чего там нет? Там нет, во-первых, полноценных этих сценариев. То есть, там есть просто управление, точнее, создание сценариев с помощью блок-сцен или же магических сцен. То есть, нет сценариев на луо-языке программирования. То есть, в этом плане функционал немножко урезается. Не немножко, а довольно-таки мощно урезается функционал. Дальше нет еще поддержки виртуальных устройств. То есть, нельзя сделать какие-то крутые виртуальные устройства на Home Center Light. Плюс, там еще нет СИП-клиента, поэтому в Home Center Light домофон не интегрирует. Это все различия, но они, на самом деле, довольно-таки ключевые. Потому что с помощью языка программирования, с помощью виртуальных сцен красивых, можно реализовать довольно-таки большой функционал. СИП-сервер нужен для того, чтобы интегрировать... Сейчас. СИП, ну, чтобы домофоны интегрировать. Разные домофоны и, соответственно... Ну да, домофоны. Так, второй вопрос. Железо, Олег, не менялось. ХЦ2 и Home Center Light обновляют. Там интерфейс выкатывается. Выкатывался, точнее, новый интерфейс на приложеньку. Плюс еще какие-то постоянные доработки есть. В этом плане Home Center, конечно, медленнее, чем там Разбин идет, но он тоже развивается. Плюс, я не думаю, что у них прям такой огромный штат, чтобы за всем следить, потому что они сейчас у них... Так, Кубанич, сейчас... Кубанич, один момент. Так, они сейчас направлены... Почему не обновляется? Потому что у них немножко сейчас другое направление. Они стараются развивать HomeKit. Они делают там разные устройства. Они там релешку уже выпустили недавно. Они выпустили там... Что еще? Датчики? Да, там... Ну, в общем, они просто работают в HomeKit направленности. А можно создать шелокальную CPTS? Можно, тогда, в принципе, Home Center на них будет завязан, но как-то тоже туда можно будет подвязать. Вот. И, соответственно, интерфейс какие есть? Ну, я не думаю, что большой Олег. Не могу сказать, какой конкретно, потому что я с ними сотрудничаю, но, по сути, только с технической поддержкой, и там человек 4 есть технической поддержки точно. Вот. Это информация, которую я гадаю. На самом деле, можно просто позвонить и спросить, как у вас дела, какой ваш штат. Вот. Далее. Говорим про интерфейсы. Какие интерфейсы есть? Есть Android интерфейс на планшеты и на телефоны. В общем, есть все интерфейсы абсолютно, кроме Windows Phone. Как бы, Windows Phone на СОП поддерживается, в принципе, и импульс 2% от всего населения, и я, честно, не знаю, кто эти люди. Если у кого-то есть Windows Phone, извините меня, но я не знаю, как им пользоваться. Не понимаю, точнее. Вот. И самые такие странные вещи у Home Center 2 и Home Center Lite. Это есть система геолокации нативной, да, она, в принципе... Ну, геолокации для чего нужна? Для того, чтобы сделать какие-то сценарии для запуска... Точнее, сделать какие-то... Вообще, сделать что-то, чтобы запускать сценарий по своей геолокации. То есть, допустим, пуш-удомление отправить, пока там ребенок в школу пришел, вам пуш-плетел. Вы домой приходите, вам там сразу открывается ваш замок, или там, допустим, включается свет, или там включается отопление, или там кофт-машина начинает работать. Ну, в общем, что-то сортов. Также есть пуш-удомление, есть еще SMS-удомление. Очень много камер там поддерживаются. И им довольно-таки удобный интерфейс подключения видеокамер, там есть. И вот интерфейс замечательный, но, как по мне, он не особо замечательный. Вот. И он хорошо интегрируется с мультимедийным оборудованием. Вот такие вот у него плюшки в их центре есть. Так. Там жестко, на самом деле. Ну, на самом деле, смотрите. Этот интерфейс можно полностью переделать с помощью трона. Нет, с помощью трона нельзя переделать. Можно переделать с помощью Иридиума. Про Иридиум тоже у нас сегодня чуть-чуть со всем коснемся. Как бы вкратце я расскажу, что это такое, как с этим взаимодействовать. Вот. Но, в принципе, есть возможность менять интерфейс. Подробнее об этом чуть-чуть позже расскажу. Вот. Далее у нас есть Иридиум, на самом деле, лицензии. Там три лицензии вообще бесплатно даются. Так что плюс разный данный интерфейс тоже бесплатно дается. Вот. Еще есть второй контроллер. Второй тип контроллеров – это Вера. На самом деле, только Вера+. Сейчас уже Вера Edge как-то таковой нет. Она уже ушла с российского рынка. Ну, подожди просто. То есть, он такой вывестился с Европы. Поэтому вот так вот. У Веры нет локализации. Она на европейском фукусе, на европейском языке. На английском языке она точно не помню. По-моему, до сих пор нельзя выбрать. Кстати, недавно вышла прошивка. Там я еще не проверял. Есть ли. Я не смел, даже через логи. Может быть, там появилась русская какая-то версия. Андрей тоже может это посмотреть. Если получится, то нам сегодня сообщат, есть ли русский язык. Вот. И по Вере идем. У Веры точно так же есть. Вот так вот примерно выглядит интерфейс. Это интерфейс на iPhone, iOS 9. Есть также еще на Android приложение. Есть на планшеты приложение. И что там, какие вообще интересные штуки. Там, на самом деле, у Веры тоже довольно-таки интересный контроллер. Это просто по причине того, что у него открыто есть API полностью открытая. И с ним можно взаимодействовать. Там точно так же можно на ООО писать. Но у него там в тысячу раз сложнее. То есть, я там слово разбираться не хочу и не буду. Вот. Если нет фибара, я, естественно, все это в 20 раз больше будет делаться. Вот. И еще что там есть. Там довольно-таки простой интерфейс создания сценариев. Он довольно-таки опиратный и приятный. Там тоже поддерживаются API камеры. Они довольно-таки тоже... Их там много. И с ними довольно-таки просто взаимодействовать. Есть приложение на Android и iOS. И вот что вообще за открытая API и прочее. Это означает, что есть возможность на Веру поставить HomeBridge. А HomeBridge это такая вещь, которая позволяет запускать Apple HomeKit на Вере. То есть, если мы, допустим, сделаем такую вещь на Малинке, да, и потом подключим это все к Вере, мы сможем вытягивать все эти данные в HomeKit. И с ним уже там с Apple Watch работать или там с телефоном, да. То есть, это такая интеграция будет. В принципе, для таких уже ровных проблем, да, но, в принципе, тоже довольно-таки можно ее просто сделать. Вот в этом тоже, как бы, фишка Веры есть. Больше, как бы, ну, для чего-то такого прям не используется, но и в нем не особо большой спектр полеваемых устройств на Z-TV. Но какие-то другие разные штуки тоже можно интегрировать. И вообще, я знаю, есть такой человек, Sprint его зовут. У него тоже есть канал на YouTube. Разные видеострики снимают на Z-TV. Там вообще, ну, просто вполне много. Вот. И у него контроллер Вера. То есть, он сказал, что HomeCenter это фигня полнейшая. Мне HomeCenter не понравился, и я вот буду сидеть на Амере. Вот. И, в принципе, у него довольно-таки крутой дом. И там много различных у него устройств стоит. Там и Z-TV стоит. Там какие-то и замки у него есть. И колобки, и Amazon Alexa там есть. И, как же вам, господи, Homey там еще стоит, но недавно появился. Так что к нему тоже можно будет зайти и посмотреть. Вот. И еще есть какой тип контроллеров. Это контроллеры нашего производства. Это TheWay, 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 TheWay. Ну, вот первый это Stick у нас. Вот этот вот Stick, TheWay. UZD называется. Дальше у нас TheWay. И еще есть у нас Разберя. Картинка, конечно, старая. Она примерно так вот выглядит. Это, в принципе, просто разные форм-факторы. То есть, ну, по сути, одно и то же ПО. Но, опять же, есть некоторые различия. Какие различия есть конкретно? Эта вот вещь должна работать постоянно. То есть, сейчас, Олег, я расскажу. Она должна работать постоянно. То есть, это Stick, который втыкается в какой-то компьютер и с ним взаимодействует. То есть, если компьютер выпущется, то он, думаю, тоже выпущется. Остальные две штуки, они работают сами по себе и работают прекрасно. Но вот эта вот вещь называется TheWay. Вот у ней, в чем проблема у нее? В том, что у нее закрыта полностью система. Отличие там тоже стоит какая-то, сейчас скажу, OpenWrt-система стоит. В общем, Unix. Но к ней нельзя доступ получить. Только мы к ней доступ имеем. Поэтому на ней нельзя сделать какие-то разработки самостоятельные, прикольные. И, то есть, там за рамки отойти далеко не получится. Другое дело – это Raspberry Controller. Это вообще, то есть, вы у него залазите, делаете все, что угодно. На свой страх и риск, естественно. Но делаете абсолютно все, что хотите. То есть, там можно вообще все, что угодно это видеть при возможности. То есть, можно точно так же геолокацию взять, допустим, с Google School IP взять геолокацию, написать на какой-то небольшой модуль, и вы замените геотрекер, да, то есть, просто сцена телефона. У вас, ваш телефон будет пинговать какое-то время, да, там, раз, допустим, в минуту, раз в две минуты с помощью этой Raspberry, да. И при достижении определенных кардинга будет отправлять, допустим, сообщение в TheWay софт, то TheWay софт будет обрабатывать и отправлять, допустим, кому-то, там, сигнал тревоги или что-то еще. В общем, тут геотрекер, да, можно спокойно так вот интеллировать. То есть, в принципе, даже, конечно, устройство нужно. Но все, опять же, зависит от ваших возможностей. То есть, с этим контроллером можно творить вообще различные вещи. Вот. Сейчас немножко про интерфейс, и дальше тоже про возможности. Интерфейс выглядит вот так. Вот это вот приложение, которое написал тоже наш коллега с Андреем, это Виталий Юркин. Это конкретно от него приложение. Оно вот так вот выглядит забавно. Также есть тут iOS-приложение. Также есть еще приложение на... Ну, другое приложение, но у нас немножко подвисает. Оно есть и на планшет, и на iOS. На планшет, и на смартфон. И также есть точно такие же андроидовские штуки. Так это примерно выглядит. О, да, Юрий нас знает с Прута. Дал небольшую рекламку. Вот. И что еще очень, так сказать, что мне нравится в Raspberry? То, что там очень простая возможность интеграции с HoldKit. То есть, мы просто... Есть там магазин приложений в Raspberry, да? Кстати, сегодня у нас вот с такими видео будет, даже, может, на YouTube зальем. В общем, там 10-секундное видео о том, как вообще все это работает, допустим, с часов в футбол, да? То есть, когда запускать сценарий, как вообще что делать. Так что тоже рекомендую к нам зайти на эти каналы вечером сегодня посмотреть. Вот. И как это делается? Это делается очень просто. Просто заходите в онлайн-магазин, ставите одно приложение, и все. Все уже работает. Реально. То есть, у вас все ваши устройства сразу перетекают в ваш телефон. Сейчас мы можем даже попробуем показать, как это выглядит все. Наверку, не знаю, будет видно или видно, но сейчас покажу. Вот так. Вот видите, у меня просто в новом приложении, да, какие-то офисные разные какие-то штуки. Там розетки под розеток, да, и то же самое в новом часах есть. То есть, это просто один модуль, который мы поставили на... Ну, по сути, поставили на Raspberry, и у нас все устройства сразу перетекают из Raspberry к нам в телефон, к нам в часы, к нам в планшет, в общем, куда угодно. И с этим уже можно работать, и все это довольно-таки очень просто. То есть, в этом Raspberry очень хорош, это прям вообще, я считаю, что это ключевая фишка для тех, кто любит HomeKit, вообще любит прям не голосом. Теперь то же самое, вот, Олег Лециденко задал вопрос, задал, по этому делу своего управления. Вот, и тут еще дополнение, кто хочет, тоже заходите в СД-вопросы, там тоже вопросики есть, ну, на самом деле тоже можете писать. Вот, и управление голосом есть по большей части вот через HomeKit, для этого он чаще всего используется, поэтому официально в России прям работать с голосом это, ну, Raspberry и Вера. HomeCenter не работает по причине того, что, хоть он не сотрудничает с HomeKit, он очень плотно, но эти все устройства, которые они выпускают, они недоступны в Z-TV. То есть, они выпускают два типа устройства. У них есть, допустим, датчик движения, да, на Z-TV, это Fibaro Motion Sensor, я обычно называю просто Fibaro Eye, или так, глаз, допустим, да, и он на Z-TV. Есть точно такой же девайс, и он на Bluetooth 4.0. Поэтому эти устройства с Z-TV работать не будут, и вообще, то есть, это, ну, не знаю, пока юзерс у них это выглядит, то есть, не знаю, зачем это делать, но вот они пока эту тему развивают, вот, и, соответственно, пытаются это, как раз, продвигать. Поэтому у Fibaro, как такового голосового управления нет, настроить его довольно сложно, я не смогу, если честно. Ну, разби, но верю, вообще спокойно, на HomeCenter настроить не получится. Ну, так, на самом деле, скажут многие специалисты, потому что Fibaro в этом плане такой прижимистый, на самом деле. Вот, и также еще вернемся тоже к плюшкам от Raspberry, в чем их крутизна, в том, что они могут работать с разными интерфейсами. То есть, это интерфейс Open Remote, интерфейс Tron, интерфейсеридиума. Tron – это 3D интерфейс,еридиум – это просто плиточный интерфейс, который тоже можно все это интервьюить в одну сеть. Вот, и плюс еще открытое ПО нам позволяет делать вообще абсолютно любые вещи, немыслимые, немыслимые, немыслимые. То есть, там все зависит, нужно, какие вещи вы хотите сделать, это будет зависеть от вас. То есть, как вы знаете, на самом Алине, да, ПО открытое, поэтому сделать что-либо там, ну, какой-то модульный сайт, там, если что-то готово, его в вводный дом интегрировать, это не создает труда. То есть, в принципе, даже, ну, к примеру, можно попробовать тройку добавить себе, если кто из Москвы знает, что у нас есть такая тройка, и можно в вводном доме смотреть баланс этой тройки, допустим, да, то есть, тоже довольно-таки прикольная фишка. Скрипты на Raspberry есть, ну, есть некоторые модули, да, то есть, их можно даже самостоятельно писать, но в чем тут самая главная фишка, в том, что вы можете зайти... в Raspberry открыть, ну, ты заходите по SSH, открываете там определенную папочку, определенную дикторию, и смотрите, какие модули там есть. Они все в открытом доступе, они написаны, то есть, они на GitHub тоже есть, вы можете зайти на GitHub, посмотреть их, и из них поставить какой-то свой модуль, и опять его залить, он будет только у вас, и, соответственно, вы будете им пользоваться. То есть, допустим, там есть модуль логические правила, там просто модуль «если тогда», и вы можете его препарировать, да, то есть, взять какие-то функции от него, добавить в другой модуль, там, допустим, в свой модуль, сохранить его, залить опять на Raspberry и им пользоваться. Если вам это прям очень круто понравится, да, вы можете вообще, ну, предложить его в онлайн-магазин, да, магазин – это просто онлайн, ну, просто маркет, да, то есть, там бесплатные приложения под Raspberry какие-то. Вот, вы предложите, мы одобрим, мы, соответственно, зальем в вашем приложении, которое вы сделаете самостоятельно, да, по сути, будет пользоваться все, если вы так захотите. То есть, ну, тоже, как бы, комьюнити развивается, и там довольно-таки много различных приложений есть. Вот, по Raspberry все, и вот сейчас про Zipat буквально минутку я расскажу. Zipat – это вообще, не знаю, ей очень много пользуются арабы, и арабы находят в этом какой-то прикол, я не знаю что, но мне Zipat, честно, не особо нравится, у них, единственное, что прикольно, это там планшет у них, это Zipatile, Zipatile, что он может, он просто, ну, это планшет, который сидит на стене, на нем уже он был запущен. И в нем какие-то пары датчиков, есть там температура, влажности, и он может питаться от постоянного питания. Вот так выглядит интерфейс, в принципе, симпатичный, но, честно, я в нем не особо разбираюсь, не особо удобно, то есть, UX там не очень. Вот, и, соответственно, еще один из нюансов пользования Zipatile, вообще Zipat-системы, то, что все ваши данные находятся в облаке, то есть, если у вас не будет, все-все данные находятся в облаке, то есть, если не будет интернета, вы не сможете передавать какую-то информацию на систему. Вот, и плюс еще в том, то, что есть модуль для работы с 3G-модерами, но это вот такая, единственная прям фьюшечка. Больше о нем нечего сказать, то есть, ну, тоже контроллер, и с ним некоторые устройства типа Хорсман, допустим, они несовместимы, то есть, вот так вот. Плюс еще у Zipat есть собственная линейка, тоже там есть хороший оборудование, к ним тоже можно зайти, посмотреть, они что-то интересное предлагают. Вот, но контроллеры, конечно, они немножко подкачали, мне вот, честно, можно было бы лучше. Да как у нас, в принципе, везде так можно сказать. На самом деле, нет, не скажу, что Zipat прям какие-то плохие ребята, да, то есть, на вкус и цвет, как говорится, да, то есть, мне не нравится, кому-то нравится, кто-то прям тащит сетси-бары, я таких людей знаю, но я их, честно, не могу понять. Они не могут понять, почему мне вообще не нравится Zipat. Вот, ну, давайте сейчас быстренько скажу про два интерфейса, это Iridium и Tron, и что же это такое? Это, в общем, интерфейс, который ставится на собственный сервер, какой-то локальный, да, и этот интерфейс крутится на этом сервере, и в него можно запихать интерфейс, ну, то есть, как бы, взаимодействие с нашим умным домом, да, то есть, там, на Raspberry, на Video можно тоже запихать, вот, и, то есть, у вас вот здесь вот есть такая панелька, да, которую вы можете тоже сделать как угодно, то есть, как коды расположить, какие угодно, то есть, бросить, вообще сделать вообще любой-любой другой интерфейс, который тоже будет с этим умным домом работать, или этим пользоваться, то есть, все, то есть, ничего такого сложного, просто новый интерфейс, там, вместо Raspberry интерфейса, или Vera интерфейса, или там вместо, ну, Fibara, конечно, тоже можно попробовать, но это будет сложнее. Вот, и чтобы научиться с этим работать, у нас тоже есть семинар, тоже это, три семинара у нас проводятся, вот, третий из них будет по, частично по Ридиуму, то есть, с ним вы научитесь работать, и понять, насколько это просто. Вот. Дальше есть еще интерфейс Tron, который мне больше симпатичен, если бы они договорили полностью свою реализацию, и у них было бы все сделано, ну, как бы, более грамотно. Что такое Tron? Tron – это 3D интерфейс, то есть, ну, вот мы видим, что какая-то тут наша комната, да, точнее, наше помещение, в котором есть какая-то 3D визуализация. И мы вот эту визуализацию, то есть, тыкаем, там, допустим, тыкаем сюда, или, допустим, сюда вот тыкаем, да, переходим в эту комнату, открываем, там, куда-то еще жмем и меняем яркость. То есть, вот так вот происходит взаимодействие, в принципе, это очень крутая реализация, да, это прям, ну, прям, очень крутая вещь, но вот нужно ее дорабатывать. Как ее в Z2 завязать? Она завязывается пока только с Raspberry у них есть. Они, в принципе, интервьюируются там с KNX, в общем, со многими системами, но вот в Z2 пока только с Raspberry. Просто ставится на Raspberry специальный модуль, который все эти данные переносит с Raspberry на Tron и наоборот. То есть, получается такая взаимосвязь между Tron и Raspberry, они друг с другом общаются, дают обратную связь о том, кто куда вообще, что исполнил, то есть, это, ну, в общем, я думаю, понятно, как они интервьюируются, да, то есть, просто ставится новый сервер, точнее, новый модуль ставится, он работает, и все это взаимодействует. Сейчас, секунду. Так, ну, с Tron понятно, что это такое Телк, но должен вообще наши контроллеры. Ну, вот, если прям говорить конкретно про их востребованность, да, и как бы их, ну, про то, что, какой вообще контроллер самый крутой, самый востребованный, я скажу, что это Fibara Home Center 2. Честно, не знаю почему, потому, ну, я знаю, на самом деле, почему, потому что он очень простой в настройке, да, и с ним можно сделать все, что угодно. Поэтому инстилляторы чаще всего берут его и чаще всего его настраивают. Потом идет затворив контроллера, да, то есть, это Raspberry контроллеры, потом идет уже Vero, Vero, на самом деле, это более такой сегмент розничных продаж, да, то есть, он идет лучше в рознице. И Zipada точно так же розница идет, то есть, вот так вот распределение. Вот, потом можно будет посмотреть аналитику, как бы этих Home Center, да, фун, Home Center контроллеров, да, и понять вообще, что больше вам подходит. Вот, и теперь давайте быстренько пробежимся по оборудованию, у нас, у нас осталось сейчас 40 минут, я думаю, что мы немножечко затянем наш вебинар, так что, если мне, конечно, не против. Вот, и начнем с освещения. Все, отсюда, как бы, в этом блоке мы начинаем теперь рассказ о всех наших устройствах, все, что у нас есть, соответственно, погнали. Вот, и первое, как у нас устройство есть, для освещения это реле на направлении светом фигбара, да, то есть, это релешка без сухих контактов, она управляет двумя группами света, одну группу света, ну, есть два типа, двойное реле есть, точнее, двойное реле есть, по-моему, я правильно поставил. Да, да, вот, нет, неправильно поставил. Вот это, в общем, двойное реле, а вот это один одно реле. Вот так вот, и, соответственно, управляем все вот этим, и все, тут включение-включение, плюс еще цена. Ничего сложного нет, точнее, ничего необычного нет, у нас остается подрозетник, подрозетник лучше, чтобы быть, 50 миллиметров, чтобы он был, собственно, немножко погон, чтобы было удобно монтировать, и на этом, в принципе, все, то есть, простое качественное реле. То же самое, почти реле-жки за трешми, но они отличаются от предыдущего слайда тем, что они не имеют накладок каких-то кастомных, да, они имеют только свои накладки, и, там, вот эту слоновую кость, вот эту, да, и, соответственно, белый такой вот полис. Они стараются подрозетник, сверху ставится такая вот накладочка, да, которую я галочками, ну, палочками отметил, да, и все, то есть, они точно так же могут быть двойными, алинарными, и управляют освещением. Чуть-чуть у них нагрузка поменьше, до двух и трех километров, но они попадают еще, кстати, встроенными предохранителями, что позволяет избирать какого-то, ну, объема напряжения, чтобы все это не сломалось. Так. Не понял, там, про что мы будем рейку, про контроллеры, потом, ладно, вопрос обсудим, Олег еще повторно будет задать всего. Вот. Дальше еще есть диммеры. Диммеры, значит, что такое диммеры, да, это такая вещь, которая позволяет включать, включать, выключать, и между этим включением и выключением есть еще диммирование, да, то есть мы от нуля процентов до ста и передаем яркость нашей лампы. Лампы диммируются, различные лампы диммируются, но вот бывает такое, что если включаем разрыв фазы, да, то есть диммер, хоть еще чем отличается, тем, что он может работать в разрыв фазы. Разрыв фазы, это когда у нас есть просто фаза, мы вернули, вот так мы ее порвали, ставим диммер. И в таком случае он питается, и, ну, как бы в разрыв фазы он питается, и из-за этого будут возникать небольшие мерцания. Эти мерцания нивелируются с помощью вот такого чудоустройства, Fibaro Bypass, который ставится под лампу, он ставится параллельно и снимает лишнюю нагрузку. С этим тоже понятно. То же самое и с такими диммерами, точно такой же принцип работает, только, ну, соответственно, у них есть такие вот накладочки, да, то есть и все, разницы какой нет. Вот, тут было видео о монтаже, но, в принципе, довольно простое, нас можно на YouTube-канале тоже посмотреть. Также еще есть для уколового освещения другой модуль Fibaro, который работает по принципу шин. То есть, включаем какую-то светодиодную ленту, и она диммерируется как угодно. То есть, какой угодно цвет выбирается, вообще, ну, в общем, все что угодно. И это устройство питается 12-24 вольта. По нагрузке 144 ватта, и же 288. Немного, но, в принципе, хватает на 5-метровую ленту. Вот такие вот кейсы используйте, есть, то есть, такая подсветочка у нас есть над лампой, да, плюс еще, допустим, для разных способов тоже прикольно можно использовать. Плюс еще есть температурные решения, да, допустим, если вода горячая, и там датчик горячую воду подлил, то мы включаем горячую такую рамочку, или там зеленую, или синюю, в зависимости от температуры. Ох, что-то я совсем раскрылся, на самом деле. Вот, и еще есть такая вот вещь, как есть, на самом деле, Сергей датчик, устроен датчик приближения, это, ну, он делается, на самом деле, ручками своими, то есть, это DIY-решение на зоне, об этом я тоже расскажу. Делается такие вещи, и, в общем, вот, кейс приближения дистанции, да, тоже реален, то есть, в принципе, его тоже можно сделать. Его можно сделать с помощью камеры, можно с помощью обычного датчика сделать. В общем, возможностей реально много. Вот, и вот это вот тоже очень сейчас нужно послушать, важно знать, потому что вот нам приехали, вчера приехали очень замечательные, крутые релешки, одноканальные, двухканальные, вот эти вот, в общем, двухканальные релешки филео. Их приехали четыре типа. То есть, два типа одинальных, и два типа двойных. В чем же различие? В том, что одни из них меряют энергоопотребление, то есть, они измеряют энергоопотребление, это можно делать сцены, а вторые, вторые управляют сухими контактами. То есть, сейчас вот есть те релешки, которые управляют сухими контактами. Робитековские, ну, на самом деле, я могу про Робитек тоже много чего сказать, лучше эту тему тут не поднимать, сейчас я чуть-чуть тоже могу, ну, в конце я могу рассказать, почему они похожи на Робитек, и этому есть вполне себе нормальное объяснение. Вот. По секретам просто прошивки отличаются, и все. То есть, есть разница, для потребителя они ее не выносят никаким образом, но разница истина, реально громадная. Вот. Вот эти вот релешки, в общем, приехали, на них тоже внимание обратите, потому что сухих контактов больше, на самом деле, так-то мало где есть, ну, в каких устройствах есть, а конкретно в реле. Вот. Также есть еще такая большая штука, силовой реле, это Heavy Duty Smart Switch, это 10-киловатная релешка, 40 амперная, это значит то, что это 220-220 вольтовая, да, и, соответственно, она используется для, допустим, ацентизации там сауны, там, или котлов, или диск для включения-выключения, или, там, допустим, для снятия энергопотребления всей квартиры, да, то есть в таком формате она используется. Так, вот, еще есть LED-лампочки с цоколем Е27, цоколь только Е27, это есть RGB-лампочки, есть обычные белые или желтые лампочки, и вот еще вот эти две, две типы от RGB-лампы, вот, они, в принципе, не столь популярны, но они тоже используются и бывают. Ну, они, в общем, как бы, вот, вот эти домик-кек, они похожи по фон-фактору на Philips Hue, и, в принципе, принцип работы точно такой же у них, абсолютно. Вот, теперь будем про молин в розетку, молин в розетку – это умная розетка, и их бывают два типа, это тип RLE, то есть включить-выключить, и тип диммера, они могут диммерить нагрузку, и забегу в пион, скажу то, что вот эти диммеры нужны для того, чтобы диммерировать какие-то торшеры, допустим, то есть на большее они, в принципе, не особо способны, то есть тем, где нужно диммерировать там чайник или что-то еще, то плюс вентилятор тоже диммерировать не получится, потому что там немножко другой принцип действия, там тоже шим управления происходит. Вот, поэтому автоматизировать мы можем торшеры, люстры, там, бра, электрические обогреватели какие-то вентиляторы, и на самом деле там даже кофе-машину можно так автоматизировать, но это такое, немножко не тот уровень. Вот, и какие теперь есть модули? Их на самом деле, ну, самые крутые, тут два модуля есть, сейчас я про них расскажу, остальные тоже, как бы, ну, они похуже, но они подешевле, соответственно, то есть там раза в два, в три они подешевле. Вот, есть модуль Fibera V-Pork, он очень симпатичный, красивый, да, то есть, что у него есть, у него есть рамочка его замечательная, синенькая, она горит разными цитами, то есть там фиолетовый, красный, желтый, в зависимости от нагрузки. Вот, и она включается, выключается, и горит энергопотребление. Выглядит очень круто, поэтому, как бы, все, она, наверное, как-то выглядит, мне нравится. Вот, ну, ничего такого, прям, жесткого этих устройств нет. Дальше есть еще, вот, айотековские розетки, это Smart Switch 3, вот эта вот третья, Smart Switch, это шестая. Вот, и, они тоже довольно маленькие, компактные, да, и вот еще у Smart Switch 6 есть вот такая штука, USB-разъем. Он работает в паре с розеткой, ну, это, конечно, не стоит удобно, но как бы можно вместо блока питания заряжаться с помощью розетки, да, это же тоже, в принципе, рабочий кейс. Они, вот, еще скажу, то, что вот эта розетка, вот эта, ну, вот эти две и предыдущие, они работают на протоколе ZWave+, это пятая версия протокола, которая позволяет иметь больше радиус, где, сейчас почти все устройства на ZWave+, то есть, с 1 апреля 2017 года, это обязательно условие для производства новых элементов оборудования, поэтому если это есть третий протокол, то это просто, ну, старенькое устройство, оно, в принципе, тоже работает с пятым поколением, но просто не такой у меня большой радиус действия. Вот сейчас дальше пойдут уже такие вот розетки по столе, они, в принципе, ну, они динозавры, на самом деле, они довольно крупные, вот, но очень надежные, то есть, они тоже имеют многое потребление, включают и заключают. Все, то есть, еще они являются расширителем сигнала, вот, то есть, тоже довольно приятная вещь, они стоят дешевые, поэтому, в принципе, чтобы усилить свои расширить, их можно взять, и они просто будут, так сказать, ZWave-экстендерами. Вот, также есть, вот, это IP-74-разетка, которую можно поставить вам или на улице, и она там будет тоже свой включать, или что-то такое, вот, но именно, на самом деле, третье поколение, не так далеко они бьют, но они, соответственно, дешевые. Я не буду так прям остаться на каждой, рассказывать, вот, допустим, тоже в диннере, если они там торшеры диннеры, там, на стоя лампы, там, ночники регулируют, вот, но у них нагрузка маленькая, то есть, на них нагрузка может быть, что-то, 250 ватт, то есть, совсем небольшая, где 200 даже ватт, вот, ну, в общем, вот так вот эти розетки выглядят. Вот, теперь по моторам, по моторам, что вообще, что такое, что можно моторами управлять? Это, первое, жалюзи, второе, это гаражные ворота, третье, это, в принципе, любой другой мотор, но, так это, с ними два кейса, это жалюзи, то есть, там, рульс, ну, жалюзи, что такое еще, это, рульс, там, разные лайнеры, там, что-то еще, и еще, вот, гаражные ворота тоже, именно, можно управлять, плюс, еще, я так подумал, еще можно, соответственно, управлять, открытием окон, непосредственно, то есть, с помощью каких-то модулей, типа вариатива, можно открывать окно, вот, и, ну, какие-то кейсы есть, какие есть модули, есть, гаражные шаттеры один, и, и блонд-контрол, они, в принципе, опять же, точно такие же, как на предыдущих слайдах, по автоматизации света, да, то есть, фибарный шаттер, это, вставляется под розетник, какая-то штука, но у этого есть такая накладочка, это такое ключевое различие, в принципе, по различиям больше всего, единственное, что еще у второго рульса шаттера, у него есть, автоматическая калибровка, то есть, электромеханическая калибровка, здесь же просто механическая калибровка, да, то есть, его нужно погонять, и ему нужны концевые выключатели, как, в принципе, и здесь. Они все работают, как они имеют три провода, да, ну, на самом деле, четыре провода, то есть, это, первое, это идет, ну, у нас 0, второе, ну, первое, второе, в общем, это у нас крутить вверх, крутить вниз, второе, третий провод, это 10, ну, у него уходит, да, и четвертый провод – это земля. Вот. Таким способом мы управляем, соответственно, всем. То есть тут трехпроводная схема нужна для того, чтобы эти вороты не управлять. Сравнившатрами понятно, я могу чуть подробно потом еще о них рассказать, если это будет интересно. Если кто-то не понял, про вопрос задавайте, потом мне отвечу. Вот. И по безопасности теперь. По безопасности тут куча оборудования, то есть тут охвачена как бы и пассивная безопасность, да, уже какая-то безопасность вторжения. И, в общем, погнали. Это вот датчик движения, датчик, ну, не датчик присутствия, на самом деле, но датчик движения, да. И обычно все устройства ZetWave – это устройства, ну, они мульти-датчики, да, по причине того, что в... чтобы экономить голову, а деньги подлинг, да, мы сразу сделаем там три устройства, точнее, три устройства в одном, да. И вот этот вот конкретно наш вот датчик Dara Motion Sensor. В нем есть датчик движения, температура и освещенности. Есть также акселерометр, но это работает не так разорвально, поэтому... он тоже работает, но по большей части как датчик сработки просто, то есть датчик движения, да. Вот, он в зависимости от его температуры срабатывает, там включается... ну, включается желтый цвет, там, зеленый цвет, синий, цвет красный, в зависимости от температуры. Вот, и он очень просто монтируется, то есть просто либо на насторонний скотч его повесить можно, либо на самовоз, да, и все, он как-нибудь уже висит, его можно как-нибудь укрутить. Тут должно быть тоже видео, но, к сожалению, Мирополис нам не так и обычно позоровать делать. Еще есть мультисенсорный тег. Вот это все уже закончилось, то есть недавно уже все их раскупили, больше их не будет, но они такие уже, на самом деле, не особо востребованы. Есть мультисенсорный тег 6 в 1. 6 в 1, потому что в нем 6 датчиков. Это движение, это температура, освещенность, влажность, вибрация и ультрафиолета. То есть там даже показывают индекс ультрафиолета, это довольно круто. Плюс еще в том, что он может питаться от постоянного питания, то есть его можно как-то на провода подцепить, и он тоже будет работать. В принципе, самый ходовой датчик это 6 в 1, он очень популярный, потому что в нем очень много возможностей. И, соответственно, им очень легко пользуются и можно использовать в двух режимах, то есть в любых батареях, и от постоянного питания. Также есть еще мультисенсор и филиал, тоже классное устройство. Кстати, это предыдущее, все это на пятом поколении было, тоже на пятом поколении, кроме вот этого. Это третье поколение, и это датчик 4 в 1, в нем движения, температура, освещенность и открытие. То есть тут совместили датчик открытия и датчик движения. Решение такое пришло в голову, оно так сделано, в принципе, все нормально. И также есть еще три в 1, это датчик движения, температура освещенности, вешается на стену, то есть невысоко вешается, у него довольно-таки большая радость действия, как в плане и его пир-сенсора, и затвейв-сенсора, ну как бы затвейв-передача данных, и по техническим характеристикам у нас как-то лучшее устройство. Хоть у меня там только три датчика, но вот как-то три датчика, они очень хорошо сделаны, очень точные. Вижн тоже очень простой датчик, третьего поколения, он тоже довольно-таки старый, но в нем есть датчик движения и не особо точно датчик температуры. Он очень дешевый, вообще прям самый дешевый заправь устройства, не знаю, сейчас у него есть наличия, по-моему, уже все и раскупили, но или нет, по-моему, это не раскупили. И, соответственно, очень простой девайс тоже можно вот так вот использовать. Нет, Юрий, он не является ретранслятором, потому что заказывается на уровне взаимодействия с другим устройством, на физическом уровне, точнее, на уровне команд, а там эта команда не отражена. Поэтому ретранслировать не получится. Дальше еще есть Fibara Universal, Spidifruit сенсор, это датчик протечки, который имеющий датчик температуры, его можно подключить, ну, вообще работает только на батарейке, вот, но его, к нему можно подключить провода, которые будут мерить протечку на каком-то расстоянии от датчика, да, то есть просто заложить два сухих, тоже как бы, два провода, которые будут замыкаться, на нем, если он не замкнулись, то он сработал, да, плюс у него еще датчик температуры, и он, как бы, очень легкий, поэтому, даже если там жестко затопит, он, ну, будет плавать вот на поверхности и не утонет. Вот, с ним даже, на самом деле, с ним была программа, вот я уже говорил про МТВ, да, и с ним прям дети купались, прям его опускали под воду, да, и вообще прям мучили, и он нормально, он обратно приехал в офис, работает, все хорошо с ним, то есть, да, он таки, вот, у Fibara, да, он живущий продукт, хорошая техника у них там. Вот, опять видео нам не подвезли, к сожалению, вот, еще есть датчики протечки на выносной, какие-то выносные, с выносными проводами, с датчиком вайл, с того, что датчики температуры есть, вот, они, в принципе, ставятся на стенку, потом кидаются вниз провод, и они, вот, меряют протечку, соответственно, если там что-то случается, они замыкаются и срабатывают. Вот, датчик вазности еще есть Ever Spring, датчик Fibara точно такой же есть, в них есть температура и влажность, они просто меряют информацию. Вот, Ever Spring в пятницу был последний заказ, то есть, пока Ever Spring у нас тоже пока нет, на них рассчитывать не стоит. Вот, но на самом деле очень крутое устройство, возможно, мы еще его привезем. Вот, ну, то есть, по-моему, вот такое вот устройство есть, я, честно, вот, не помню конкретно, есть ли он его соревновать, да, но вот, про него тоже можно рассказать, потом спросить будет в офисе. Вот, есть еще также Fibara устройство, да, то есть, ну, какие, Сергей, сейчас попозже немножечко расскажу, сейчас блок закончим, скажу, Fibara, датчик открытия, он разноцветный, то есть, у него много-много цветов, и к нему можно подключить датчик температуры, и еще к нему можно подключить кнопку, которая будет специально запускать. В принципе, вот такой вот функционал, ну, не особо, ну, как бы он особо, как бы он хороший, жаль, но вот две функции есть, опциональный, то есть, датчик открытия, у него встроен, да, еще датчик температуры, или к нему еще подключен через звонковый тип, то есть, кнопка для включения сценариев. Также есть датчик открытия 3 в 1 от филе, это датчик открытия двери, и в нем есть датчик освещенности и датчик температуры. Тоже простой устройство, но, но, со мной, как бы, все филе, они довольно-таки покрупнее, да, и у них еще есть такая вот, как бы, когда они срабатывают, у них красная индикация по контуру. Вот, некоторых это напрягает, но, в среднем, не отключается, поэтому, вот так вот, вот, они чуть побольше, поэтому, ну, такие менее, полярные, они хуже, немножко входят в органику комнаты, допустим, да, и вообще в дизайн. Вот, но они все на пятом поколении, в отличие от предыдущих, то есть, вот эти вот на пятом поколении, то сейчас они появляются, официально в России, вот, вот эти вот все на пятом поколении, они вот работают дальше и лучше. Не знаю, у меня вот, такие стоят, как бы, здоровские. Вот, еще есть датчик открытия AOTEC, есть два типа, есть такой маленький плоский треугольничек, он реально очень маленький, он, там, и, да, у нас все устройства только на ручей частоте, то есть, все это ручей частота и на другую полсту нет. Вот, датчик открытия AOTEC есть, это вот такой треугольничек, он очень плоский, то есть, вот такой вот по толщине вообще, да, то есть, он просто клеится на стену, оно, оно, оно точно так же может работать от аккумулятора, но, его рекомендуют просто подзаряжать, просто через USB заряжать, все раз в полгода, и, как бы, все окей, все работает. Вот, еще есть точно такой же датчик, по типу, ну, по механике, из-за действия с, 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 встраивается в дверь, то есть, там высверливается отверстие специальное в двери, да, в него вставляется датчик, сверху вставится колбочка, магнитик, да, и который замыкается, разбыкается, и, соответственно, соответственно, срабатывает или не срабатывает, да, в результате замыкания. Вот, дальше у нас датчики дыма, вот этот, вообще, датчик дыма Фидара, он, 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 такой, прям, глянцевый, так, и есть, на самом деле, там, хороший, очень такой блестящий пластик, он очень громкий, и он очень маленький, то есть, крутая вообще штука, там еще датчик температуры есть, он срабатывает, но датчик точно так же сработает, если, там, леска, допустим, да, температура в комнате 3-5 градусов, потом через минуту, там, 200, да, допустим, если просто какое-то где-то сгорание без дыма, да, то датчик это тоже отновит, и все это, ну, сработает, и мы понимаем, что мы горим, вот, также есть такие вот датчики ЦО, это датчик угарного газа Vision Security, кстати, на данный момент были большие скидки, может быть, скоро еще будет, может быть, по Новый год будет, вот, и, соответственно, он реагирует на ЦО, на увеличение задымленности воздуха на 50 ppm за 60 км, на 100 или на 300, за 10 на 3 минуты, соответственно. Тоже пищит, тоже сообщает о том, что, как бы, тут много ЦО, поэтому комнату нужно как-то проветрить, или, не знаю, выйти отсюда, в общем, так сообщает. Также есть еще датчик DinoFile, точно такой же, как Fiber, только чуть-чуть побольше, и подешевле, все. Есть еще, разные измерители, можно потребовать, NOSQ, это таких вот два счетчика, есть газо-счетчик, который клеится на какую-то куртиночку, да, которая там клеится, у нас счетчик бегает, и считает количество этих импульсов. Точно так же с электрическим датчиком, точнее, с датчиком, который считывает электроэнергию. Вот, и с этой стороны клеится вот так вот, и электронный потребитель нам на контроллер передают. Так же еще есть водо-счетчик, скоро мы его представим, уже, ну, как бы, мы разрабатываем конкретно мы, скоро мы его представим, скоро покажем, поэтому, нужно будет немножко подождать. Вот, так же у нас есть замки, замки с ручкой, замки без ручки, на них можно занести кучу разных кодов, 13 кодов можно занести, то есть 13 человек могут иметь доступ, можно также мониторить, кто открывал дверь, кто там, когда входил, можно какие-то сцены запускать при открытии замка, да, то есть функционал очень большой. Вот, но это такое, особенно побольше, офисное решение, потому что я бы такую штуку, ну, домой бы себе не поставил, потому что она, конечно, ну, не такая антивандальная, как хотелось бы, то есть ее можно просто, не знаю, очень жестко поломать, она отварится, и все, то есть вот уже доступ имеется. Вот, еще есть также сиреновый ток, сирен тоже довольно-таки много, их там что-то 4-5 штук различных, но вот эта самая такая, она для внутреннего монтажа, ну, просто в доме она, в общем, стоит, она включается и работает, да, то есть если что-то случается, она начинает увеличивать, у нее 5 разной громкостей, и у нее есть даже, собственно, аккумулятор, чтобы она запищала, если, там, допустим, отключилось энергопитание. Так, следующий слайд у нас сирен на батарейках, то есть это сирена, которая питается от батареек, и имеет тоже разные, помню, два у нее уровня громкости, точно так же срабатывает при каком-то действии, ну, при предпоследовательном состоянии. есть такая, есть такая же еще, сейчас покажу, нет, есть такая же общая сирена, не на батарейках, а, да, тут она тоже написана, с постоянным питанием, выглядит точно так же, только там еще есть кремники для включения постоянного питания, она питается от 6 или от 12 вольт, вот, и еще есть такая вот тоже проводная 6 вольтная сирена, и еще есть очень-очень-очень такая забавная уличная сирена ПОП, которая, у нее IP56, да, и, соответственно, заряжается от своей солнечной батареи, и может, как бы зимой стоять на улице, и, соответственно, уже пищать на улице, то есть, ее можно использовать не дома, то есть, в этом ее есть определенный плюс, в общем, такая довольно-таки большая, забавная, мне, в принципе, нравится, вот, то есть, это такое уличное решение, далее, у нас есть пульты управления, их, ну, они, ну, как бы, пульты управления, вообще-то, в прошлом веке, я бы сказал, да, они не особо такие востребованные, не особо прикольные, но, вот, Fibara позволяет, Fibara, и вот так, они дают какие-то такие тоже возможности этим пультам вдохнуть еще раз, типа, в себя, жизни как-то, то есть, есть Fibara Swipe вырабатан, Fibara Swipe управляет разным устройством и жестом, да, то есть, ну, право махнули рукой, на этой, что-нибудь, моментой рамкой, включилась какая-то сцена, влево махнули, что-то еще включилось, там, у нас ужасно, в целом, что-то включилось, то есть, там, выгод управления вот так вот, то есть, оп, провели рукой, там, потом в другую сторону, потом вверх-вниз, и все это включается, выключается, ну, довольно забавно, также можно скрыто монтировать, можно вообще стол вмонтировать, и тут даже не будет занято, что там есть ремонт управления, а он на самом деле будет, вот, ну, и кнопка, кнопка тоже очень заглавная штука, есть красная кнопка, ну, прям, не знаю, вдохновляет меня, что ли, потому что, очень люблю я кликать на работе, она прям, ну, такая, не хочется покликать, с нее хочется нажимать, ее хочется видеть у себя, дома в каком-то тоже интерфейсе, для того, чтобы что-то включить, что-то выключить, и, там, допустим, выключить все, да, то есть, ну, такая, реально, очень, очень, такая, приятная, взаимодействие, на ощупь, вообще, в принципе, классное устройство, вот, дальше у нас есть настельные переносные выключатели, вот, в них тоже есть смысл, но, опять же, не всегда, то есть, ничего не нужно для того, чтобы, если, допустим, мы шкафом, ну, сделали бы перестановку, и мы, допустим, шкафом закрыли выключатель, это неважно, мы просто ставим туда, затворим выключатель, и ставим такой беспроводной выключатель, и у нас все работает, также, его можно, допустим, в новую кровать положить, да, то есть, просто в рамочку, какой-то, нажимать, он будет все тоже, для него выключать, то есть, ну, по удобству, в принципе, ну, довольно удобен, тоже разные рамки есть, но, только минус в том, что целые рамки, они, честно, не особо нравятся, но, тоже, опять же, на вкус и цвет, вот, точно такие же дворные есть, тоже выключатели, у меня, кстати, батарейка работает, там, CR2032 ставит, они тоненькие такие, в принципе, хватает на два года, и с этим тоже все окей, вот, дальше у нас еще есть, там, нереверные бремени, пульты управления, это пульт управления, ZWFMI, и бремя ZWFMI, пульт, он чем функционален, тем, что у него можно много-много-много кнопочек подвязать, записать много разных действий, но минус в том, то, что, как бы, ну, когда ничего не накроешь, поэтому, никаких ручков, поэтому, нужно будет запомнить, что вообще, как бы, какая кнопка что включает, в этом, определенный минус, вот, есть такой старый блок, тоже ZWFMI, по большей части нужно, чтобы гаражного ручка открывать, и все, ну, как бы, такой не особо востребован, есть, и он, к тому же, аналог очень крутой, это Fibara K-Fop, и вот это, прям, тоже, да, вау-устройство, мне прям, очень нравится, потому что оно очень эгономичное, то есть, в руку прям ложится, как, не знаю, не влитой, но очень приятно щупать, тоже крутить его, и кнопочки там, такие забавные сверху, и он, реально стильный, то есть, конечно, он там, его носить с ключами, там, как в рекламе Fibara, он, конечно, покоцывается, да, но, в принципе, для этого и служит, да, но, в принципе, такое крепкое устройство, логкое, очень, ну, в общем, неприятно пользоваться, и на него еще можно комбинацию клавиш назначать, допустим, там, ну, в общем, можно 36 команд записать различных, опять же, главное запутиться, вот, и подходит, ну, как бы, пожелаемым людям, там, бабушкам, дедушкам, чтобы просто они понимали, ну, точнее, не понимали, как они могли всем этим тоже управлять, там, с этими, с этих шестью клавиш, в принципе, ну, как бы, для этого тоже подходит, вот, мы уже почти заканчиваем с устройством, поэтому немножечко потерпите, вот, еще есть пульт-контроллер, вот так, не могут, точно такой же девайс, как, ну, как и все предыдущие, да, пульты, только выглядит конкретно вот так вот, и еще питается от USB кабеля, небольшой плюсом дает, вот, и по климату теперь, по климату у нас есть терморегуляторы, это тут затворный флор термостат, без своего интерфейса, то есть, у него нет никаких штук, которые можно понажимать, и какую-то температуру подключить, ну, или можно просто включить или выключить, а уже с телефона меняем температуру, ну, есть аналог ему с таким вот индикатором, да, то есть, тут есть кнопочки, тут есть индикатор, тут, на самом деле, не видно, тут такие кнопочки есть, там, вот так, вот так, еще одно, вот, с них можно температуру есть, можно их настраивать, в общем, все то же самое, только с интерфейсом, работают они от 220 вольт, нагрузка 3,5-4 киловатта, этого, в принципе, хватает для теплых полов, с теплыми полами, еще работает такой вот термостат с недельным расписанием, или же комплект, где есть тренажка, вот, на них можно, ну, в общем, просто недельное расписание, в принципе, потому что, все знакомые, тут ничего прям необычного нет, компания Segure такие вещи производит, он полностью беспроводной, то есть, он работает, он связывается с реле по беспроводной связи, Z-Wave, да, и, соответственно, с ним работает, точно такой же, есть еще с крутиночкой термостат, но он просто настенный, ну, хиты-то, да нет, не громко щелкают, ну, не громко, ну, в пределах раз, как все, не могу записать звук щелчка, мы, кстати, скоро видео тоже выпустим по хиты-ту, уже, мы его месяца полтора брыжим, не знаю, как-то не заходит, но выпускается видео, вот, точно такая же крутилочка есть, есть, да, то есть, тоже секьюр, мы крутим, там, включаем релешку, в принципе, работаем с любыми релешками, ну, вот он так вот выглядит, такой вот симпатичный, небольшой малый, который тоже нашу температуру регулирует, вот, также есть еще устройство, продавая кондиционерами, да и, в принципе, любая ЭК-техника, это ремонтальность XT-120, устройство очень многофункциональное, то есть, оно может не только кондиционерами управлять, но вообще, в принципе, любой техникой, которая работает по ЭК, еще может расширять всю эту систему, свое покрытие, ну, покрытие, с помощью такого вот, такой вот штучки, да, хиты-то является ретранслятором, типа, это инфракрасный расширитель, вот, почему раз ретранслятором, потому что в ZetWave, тоже важная информация, в ZetWave все устройства, которые питаются от постоянной сети, все они являются ретрансляторами, то есть, это все розетки, это все модули в розетку, это релешки, это даже те же самые сирены постоянного питания, вот, все они являются ретрансляторами, вот, и теперь подходим к терморегуляции у наших, у наших батарей, на которых есть, господи, все, поклонники и так, в общем, там есть концевые клапаны, на которых мы ставим четыре регулятора Danfoss Living Connect, и мы, соответственно, управляем всем вот этим, как? Мы управляем по PID-системе, то есть, PID-это плавная регуляция, то есть, мы приоткрываем клапан, призакрываем клапан, и температура плавает, да, там клапаны, по-моему, как раз-таки такие, честно, я не помню, да, но, в принципе, конкретно они есть, они не стоят, вот, они стоят на батарее, они все это регулируют, есть таких вот два устройства, есть Danfoss Living Connect, который очень, ну, Danfoss, это прям, ну, это уровень, на самом деле, потому что Danfoss, в принципе, занимается отопительными регионами, да, они реально очень надежные, то есть, у них нет сголов в работе, они точно работают, хоть и на батареек работают, но они работают два года, и вообще исправно, отлично, и прям, ну, то есть, это реально очень классная компания, которая делает очень классные устройства, вот, есть Danfoss, такие вот форматы, еще есть, и Neurotonic, STLZ, честно, я не особенно узнал про эту компанию, но точно такой же регулятор, только без циферблат, ну, не фу, господи, циферблат, без интерфейса управления, да, то есть, там, без кнопочек, без прочей разной, ГРМД, вот, и, ну, как на мой взгляд, немножко похуже работает, просто с нее сложнее получать обратную связь, поэтому работает похуже, по, ну, плюс еще заряд меньше держит, но это уже, как бы, просто внутреннее, ну, внутрепротокол, грубо говоря, вот, дальше есть еще у нас термостат беспроводной, просто вешается на стенку, и это оно чем-либо, это Danfoss, это FRS, он может, его можно настроить на взаимодействие, с, сейчас, кстати, вот вопрос тоже был, сейчас, сейчас, про Everspring, Everspring может управлять реле, да, может управлять реле, Сергей, потому что, вот, эти два устройства, похожи с Danfoss, Z2F, FRS, в отличие только, вот, в RSE, нет датчика влажности, и их можно настроить на взаимодействие с любым релешкой по Z2F, то есть, либо ассоциациями, либо сценами, вообще, с любым релешкой, любого бренда, просто, главное, чтобы этот бренд работал нормально в том контролере, который вы выбрали, то есть, я думаю, про, там, допустим, Zipad и контроллер, да, вот, и термостат, которого хватает довольно-таки долгое время, то есть, он тоже полтора года живет, на нем нужно кликать кнопочку E, кнопочку W, и сдавать нужную температуру, все, ну, такой бесплатный термостат, также еще есть, неправильные описанные слайды, и это называется Z2F, Pop Flow Stop, точнее, это, в общем, штурм, который перекрывает шаровые клапаны, то есть, это поворот, такой механизм там стоит, который перекрывает шаровые клапаны, вот именно с такой ручкой, вот, он просто справится, когда он срабатывает, вот эту ручку поворачиваю, да, и в 10 секунд ее перекрывает, все, то есть, она перекрыта, даже, вот, можно будет у нас на сайте, в карточке товара видео, посмотреть, как все это работает, в принципе, тоже довольно просто, просто, и питается от USB, питается от 12 вольт, и, в принципе, ему хватает возможности поворачивать там, даже какие-то, так сказать, заржалевшие, там, окислившиеся клапаны, вот, еще есть, еще есть, битимедия устройства, это устройство, ремонталь из XC310, оно на самом деле, не особо популярно, потому что, его очень, так, непросто настраивать, предваритель сам в этом, убедился, немножко разочаровался, поэтому, не будем на нем складываться, но, про него есть что сказать, могу, потом рассказать, на самом деле, вот, дальше, накормим, то, что у нас середина трон есть, и все это работает тоже, в нашей системе, грубо говоря, вот, и, теперь два устройства, формата Do It Yourself, DIY, это Fibaro Dental Sensor, и Zuno, и вот эти вот, две штуки, они могут интервиживать, нашу Медон, нашу домашнюю автоматизацию, нашу систему, в существующую, пожарную систему, систему скутера, там, SKS-системы, да, вот, к нему можно подключить два головных датчика еще, и вот, как раз-таки, с помощью выходов, да, которые, здесь, два таких вот выхода, раз, и два, вот такой, с помощью них можно подключить, как раз-таки, эту охранную систему сюда, и, соответственно, с ней настроить взаимодействие, то есть, если сработала эта дача, значит, сработала наша охранка, и сработала охранка еще датчика безопасности, вот, и, в общем, Google Run превращает любой проводный датчик затворит датчик, вот, но он делает это не так элегантно, как, вот эта штука, это зума, это прям швейцарский нож в мире затворит, да, вот, это очень крутой девайс, потому что к нему можно подключить 10 разных устройств, нет затворит, просто любых устройств, там, любых, ну, в общем, любых девайсов, которые, допустим, есть в этом, вардуин, то есть, допустим, разные релешки, в общем, любая, как бы, микроэлектроника, к этому подключается, любые датчики, все это подключается, и все это работает, то есть, вы подключаете, загружаете готовый скетч, и все, можете пользоваться, из одного вот этого девайса, ну, можно сделать 10 различных, ну, как бы, устройств, они будут работать на одной плате, они будут как-то разведены, но все это будет работать. Кейсы можно посмотреть вот здесь, вот, на вот этом сайте, да, просто скопируете тоже в браузер, да, вот, и, в общем, тоже очень полезные устройства для разработчиков, для каких-то разработок, конкретно какой-то объект. Вот, еще есть CO2-сенсор, который анализирует CO2, и который работает в паре с этой штукой, который, типа, приточная вентиляция, но приточка автоматизируется немножко другим способом, об этом мы говорим обычно на нашем семинаре. Так, еще есть, кстати, вот такие вот крутые дизайнерские выключатели, Vitrum, это, они такие элитные, так сказать, то есть, у них стеклянные рамки, да, то есть, одна большая кнопка, или там, шесть маленьких кнопок, или там, четыре кнопки, или три кнопки, они могут быть еще, ну, ты их нажимаешь, там, подсветка включается, в общем, все очень красиво сделано, прикольно. Просто там еще рамки есть разные, гранитные, там, какие-то, ну, в общем, разных цветов, разное стекло цвета может быть, в общем, дизайнерские, и, по сути, вот, стоят немножко дороже, чем просто затуев, но они тоже затуевские, в принципе, они очень круто выглядят, поэтому, если какой-то прям лакши-объект, то Vitrum прям заходит очень круто. вот, ну, соответственно, на устройствах все, можно выдохнуть, я-то на самом деле себе говорю, да, вот, и что вообще в итоге получается, подытоживая, грубо говоря, вебинарчик, да, то есть, это еще на самом деле не все, я сейчас еще буду тоже вас немножко мучить, да, но все-таки, что такое затуев? Затуев это, в принципе, легко, то есть, это легкий монтаж, это легко поставить там какую-то дачу из затуева, легко поставить там розетку, легко там оголовку ту же самую поставить, да, не всем так просто, но, в принципе, это легко сделать, легко кондиционер, в принципе, автоматизировать, и отопление полностью сделать, вот, то есть, это, в принципе, то, что, ну, с чем может справиться обычный человек, или на, как бы, на то, что инсайдер не нужен, но, конечно, тоже не всем. То есть такие вещи нужно знать, как делать, нужно их уметь делать, поэтому тоже слайд, так сказать, это базовый уровень того, что нужно делать на ZTV. Также есть еще задачки для ампиады, это такой повышенный уровень, задачи с ампиадом, это те задачки, которые делают уже инсталляторы, то есть это довольно-таки сложные вещи, которые приносят вам ваш хлеб. И что это такое? Это интеграция с другими протоколами, это приточная вентиляция, это управление котлами, там разные видеонаблюдения, интеграция с охранными системами, мультимедиа, там смс-оповещения в некоторых случаях, видеодума фамилия, там, и в общем, всякие еще вещи. То есть чтобы прям круто стать ZTV, нужно еще быть неплохим интегратором, то есть на одном ZTV мир не сошелся, нужно еще другие вещи уметь делать, и это будет определенный плюс, поэтому ZTV обычно представляется как система для расширения своих возможностей, своей системы, да, то есть для, допустим, каких-то интеграторов, глубоко говоря. Вот, и тут, кстати, да, даже сейчас еще поскакивают вопросы про частоту этих устройств, про всех, да, смотрите, я не рассказал сам начало, но вот кто не знает, ZTV вообще работает, это мультипротокол, то есть он он вообще работает во всем мире, он работает на многих частотах. Конкретно в России это российская частота, в Европе это европейская частота. Вот, и вот встает вопрос про диапазон российский там или европейский, вообще, что мы продаем. Скажу так, мы продаем только российское оборудование, потому что продавать европейское, это нелегально, это неправильно, это вообще очень сильно затормаживает развитие в принципе всего протокола России, потому что компании не могут развиваться полноценно, если кто-то просто, грубо говоря, извиняюсь за жаргон, барыжит этим девайсом из Европы. Вот, как бы это немножко европейское немножко дешевле, но оно запрещено, оно как бы убивает всякую мотивацию развивать эту всю вещь в России, непосредственно в российских сегментах, в российских целях. Сейчас тоже Решат я предоскажу. Вот, соответственно, поэтому вы можете приобретать на европейской частоте, да, но мы не окажем вам благодарности за эту вещь, потому что это, можно сказать, неправильно и нехорошо, в общем, а-та-та, нельзя так делать. Вот, и, соответственно, про вопрос совместимости этих двух часток. Они не совместимы, они работают в совсем, у них спектр чуть отличается, да, то есть у российской частоты это 869 МГц, у европейской 868,42 МГц, и вот такой-то, наверное, диапазон, но они не работают. Можно покупать в Европе, если вы частное лицо, вы спокойно покупаете, возите в Европу, да, то есть, если бы я сейчас слышал начальника, не убеду, за такие слова. Вот, вы можете покупать в Европе, да, но, как бы, это не круто, как бы я сказал, на самом деле, вот. И у вас ничего не будет с российским рынком работать, то есть, если вы купили что-то в Европе, потом сюда все это привезли, и хотите что-то докупить, в Европе магазин закрылся, и, там, допустим, какие-то сложности возникли, или, там, просто изменилась политика, там, закупки каких-то девайсов, то есть, ну, просто политика закупки из-за рубежа в России что-то изменилась, вы уже купить не сможете, то тогда вы не сможете сделать систему, работающую на Европе, и на России. На самом деле, тоже есть такой небольшой метод совмещения российской и европейской частоты, но это, на самом деле, такая, не знаю, можно сказать, эксклюзивная информация, значит, будет немножко неправильно, но, в общем, мы ее чаще рассказываем на семинарах, как бы, поэтому, если хотите знать, как это все в одну систему российскую и европейскую, то к нам на СНР приглашаем. Вот, с частотным вопросом мы разобрались, то есть, повторюсь, на Европе покупать можно, но нельзя. Как бы, один Никитов не репачит, когда покупается европейское оборудование в России. Вот, опять же, тут немножко описано того, что я сейчас уже сказал, что это не река, нет документов, сертификационных все делаем. А, ну, кстати, еще, да, если кто-то реально крутой администратор этим реально занимается, то без сертификационных документов, без какой-то разрешительной документации вам могут сказать в том, что вы куда-то стоите, вам скажут, типа, да, да, это круто, это очень дешево, как бы, круто, вы прям, там, делаете отлично, вы прям, разрешительной документации и вам могут сказать, просто, извините, я так не могу вставить, потому что, ну, допустим, тот же самый человек-параной, который, которому довольно важно, чтобы ничего не нарушал, допустим, да, и чтобы непрепосновенность была. То есть, европейская, на самом деле, реально потихоньку сходит полностью на нет и все меньше и меньше уберут, это, в частности, из-за и политики ввоза, то есть сейчас все это будет еще индексом откладываться обязательно в 80%, да, и тогда вообще будет снова уже, ну, совсем мало разница российской и европейской частоты, поэтому, в общем, потихонечку переползаем на российскую частоту. Идем дальше, так, это нам тоже неинтересно, и вот сейчас мы начинаем такие небольшие кейсики, небольшие такие штучки, в общем, подвожу к той теме, про которую я говорил в начале. Вы младите, что вы не сидите и дождались, это прям, как бы тоже такая фишечка правильной установки у них домов разным инстаграммом, фундаментратором, а, конечно, заказчиком. Вот, и начнем мы с комплекта нет протечки. Я думаю, что по ходу вы поймете, почему так вот я начинаю. Вот, что такое нет протечки? Нет протечки это комплект, который позволяет вам избежать протечки с помощью трех устройств. Двух сетфоновских и одного просто обычного электромеханического клапана, который открывается, закрывается, он может быть там и шаровым. Да, да, да. А, это на метре, наторный привод. Можно туда поставить и то, и то, на самом деле. электромеханический клапан, который, в общем, туда ставится электромеханический клапан, который может управляться по каким-либо силовой части, либо сухими контактами, да, и, соответственно, вот им сообщать может куда-то. Вот, и то есть, как все это получается? У нас есть энергопроген, точнее, электромеханический привод, есть датчик протечки, если датчик протечки срабатывает, то вот эта штука подключается каким-то образом, ну, по схеме, естественно, подключается к этому клапану, да, и закрывает его. У нас даже три провода должно быть, вот, он закрывает этот клапан, да, он постоянно запрет на какой-то релешке, да, он постоянно под напряжением, по сути. Вот, в принципе, на самом деле и нет, то есть, можно там использовать и без напряжения, то есть, если там будет одноканаленное реле, то есть, используем одноканаленное реле, и если реле выключено, то клапан открыт, если реле включено, то клапан перекрывается, то есть, можно так использовать. Если же у нас там двухканаленное реле, то, ну, в общем, нет, не постоянно под напряжением, я взял заблуждение. Вот, с этим понятно, то есть, кейс отлично, то есть, это типа не потуная, только, которая еще интегривается во всю нашу сеть, нашу экосистему заправил, или любого другого протокола. Вот, и дальше у нас есть еще комплект перенос-выключателя, тут у нас будет тоже такой небольшой видосик, у нас, в инстаграме есть, там не такая старая публикация, поэтому можете тоже зайти посмотреть, в чем там была фишка. В том, что, помните, я показывал вам на стену выключателя, да, и для чего они используются, в том числе, они еще используются для детей, то есть, если ребенок хочет самостоятельности, и ему нужно, там, допустим, световым параметром или чем-то еще, то он просто сюда вниз опускает выключатель, давайте сейчас даже попробую дать прямую ссылку, это на инстаграмчик, я сейчас дам ссылочку на видео, которое у нас, соответственно, было. Так, сейчас. Блин, что-то не могу найти видео. Ладно, стоп, сейчас, нет, сейчас, выход нашел. Нет, не нашел. А, нет, нашел, все, здорово. Так, 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 я уже почти здесь. Вот, вот эту ссылочку тоже можете посмотреть, как там все это происходит, в общем, 30 секунд отдаю, максимум, вот эту ссылку рассказывать. То есть, тут просто перенесется выключатель вниз, да, ребенок щелкнет, он доволен, счастлив, все, то есть, все здорово, все красиво. Вот, также есть еще комплект уютного дома, и вот его, допустим, можно использовать в модуле гостиная. И теперь, внимательно следите, потому что переходим к важной, такой институционной штуке, которая реально очень важна. В общем, мы ставим модуль гостиная, да, тут есть, допустим, три устройства, да, мы не хотим там навязывать кучу слов устройств, потому что мы не знаем, нужна ли нам такая система вообще. И мы ставим три устройства, там, датчик открытия двери, там, какую-нибудь розетку, да, там, на торшере, какой-нибудь эргибовый модуль, плюс еще там, если захотим, возьмем еще два устройства, типа, вот этот комплект уютного дома, когда температура постоянно подстраивается. Вот мы взяли и этим пользуемся, пользуемся, вот там, допустим, когда открывается у нас вот эта штука, там, замыкается, у нас включается торшер, да, допустим, допустим, от JBL включается, и когда мы там сидим, читаем книжку или там что-то смотрим, там, допустим, уже два часа ночи, а мы на время даже не смотрим, потому что нам интересно все, и бах, торшер выключается, и мы понимаем то, что, блин, это же умный дом, мне нужно пора идти спать. И вы так и думаете, блин, слушай, это реально крупная тема, я хочу себе такую же вещь еще и в прихожую. И вот мы закупаем еще оборудование, то есть мы ставим там на сцену выключатель, там, какой-нибудь датчик движения, датчик открытия на дверь, или там, на окно датчик дверью надо поставить, рамешку, которая будет, там, цивилизацию какую-то отрабатывать, там, еще одну сирену, смотрим, там, как вообще все это работает, удобно это, неудобно, как вообще у нас свет автоматизирован, как мы заходим домой, как все это включается, как все это, ну, как бы удобно и приятно. И мы как бы поставим и как бы наслаждаемся тем, что есть у нас там, что, в доме сколько всего, там, 5, 5 плюс 5 устройств, 10 устройств, как бы уже такая, в принципе, неплохая автоматизация, но это не полностью. И мы ее поставили за 2 месяца, да, прошло 2 месяца, мы особо не почувствовали что-то по финансам, что-то, например, не знаю, в общем-то, получилось 50, ну, в первый раз, если все это ставят, это будет где-то 1030, то в второй месяц, там, 1020, допустим, да, там, 25, то есть не так сильно, в принципе, довольно-таки тоже бюджетно, если мы прям этим интересуем, то, в принципе, это не так и дорого. Вот, дальше мы ставим кухню, да, то есть тоже постепенно все это наращиваем, там, ставим, датчик дыла поставим, да, который будет заводить у нас с нашей плитой, если там что-то загорится на плите, что-то начнет гореть, дымиться, мы об этом узнаем, прибежим из другой комнаты, все это быстренько уберем, включим вытяжку, даже не мы включим вытяжку, а вот эта штучка включит вытяжку, и в таком случае все уже будет на рынке в порядке, и не будет вонять как бы паленой курицы на всю комнату, на всю кухню. Также там можно подсветку поставить, там, теплый пол тоже подошел, тоже какие-то такие абсолютно штуки, то есть можно не все ставить, можно частично ставить, ну, конкретно то, что нам нужно, как бы у всех вкусы разные, у всех разные предпочтения, поэтому, допустим, я вот нерывну, когда как бы такой теплый пол, допустим, да, на полу лежит, и он прям ноги-ноги прям греет, жестко нагревается, я люблю в носочках походить, подумаю, такое, вот, и со временем, вы понимаете, у нас через три месяца, да, то есть мы это как не особо все это быстро ставим, да, он как бы там приходит, ну, как бы не особо внимательно обращаем, но комфорт этого получаем, потому что нам приходит раз в месяц какой-то донечка, которая нам сказала, что вот, я вам предложил мой дом, да, и как бы потихонечку-потихонечку все это догмитрирует, поднастраивает, да, и это все там будет вам комфортно, давайте попробуем. И вот как бы через пару месяцев, да, у вас такая ситуация и получается, то, что вроде как не особо это замечали в жизни, но вот если сейчас у вас все это убрать, то, блин, вы будете вообще потеряны очень расстроенно, потому что у меня это чертовски реальный дом, как оказалось. Вот, и вот в этом как бы тоже преимущество, то, что ну, как бы можно не заходить сразу к какому-то пользу, типа, вот, смотри, прямо сейчас мы тебе, ты тратишь там 300 тысяч, мы тебе ставим на дом. Нет, все очень поэтапно, как бы, тоже разумно к этому подходить, можно, то есть, потихонечку, так сказать, навязывать услуги вот этих вот разных штук, которые вроде полезны, которые реально внести определенный комфорт в жизнь, ну, так вот поэтапно делать комплексную систему, как бы замерить ее, там, допустим, одну комнату сделать, там, потом еще одну комнату сделать, еще одну комнату сделать, и прямо все это иди сюда код, иди сюда код. и все это прям круто и эффективно получается и как бы все это растягивается и денег-то особо не тратится много, то есть все это плитапно идет вот, ну я думаю что вы поняли в принципе эту тему с плитапным с плитапной установкой потому что, ну это тоже очень такая полезная вещь потому что люди не все готовы к тому, что, блин, вот черт, надо уже ставить умный дом, у нас это еще пока тренд небольшой, но уже люди об этом реально задумываются и они не особо понимают насколько это нужно человеку ну то есть насколько это нужно им и вот таким вот небольшим темпом мы людей грубо говоря приговариваем к будущему к будущему такому, что везде будет автоматизация, так еще и беспроводная между прочим, возможно на затраге и соответственно вот таким способом мы склоняем людей как бы на в сторону умных домов присоединяясь к нам, у нас есть печеньки вот также я вас попрошу ознакомиться с этими ссылочками это наш инстаграм, фейсбук для сегодня уже можно будет купить сегодня будет рассылочка Сергей, мы разошлем прайсик новый отправил вам вот но это наверное под вечер будет вот ознакомьтесь тоже с вот этими ссылками было бы очень приятно видеть там в роли ваших как бы подписчиков и активных пользователей потому что когда людям интересно нам интересно делать новый контент и как бы это тоже важно видеть фейдбэк то что умные дома для инстаграмов это не пустой звук какой-то а утрамент нужный и востребованный да сейчас скину все вот и также кому еще кто хочет давайте вас в рассылку включу в принципе после вебинара будет полностью всем рассылка да ну какая-то да и ну да там с презентацией с материалом каким-то там Андрей тоже он отправит вот и также еще есть новости на сайте тоже заходите периодически подсчитывайте там тоже можно что-то интересное найти вот и насчет видео оно будет доступно ну только наверное через часа 4 потому что оно будет ну как бы записываться конвертироваться а это процесс не очень быстрый ну на самом деле просто опять же это не рапористовская тема то что он конвертирует все это довольно-таки долго поэтому возможно уже конкретно завтра будет видео которое вы можете опять посмотреть и все это повторно изучить вот презентацию точно мы отправим ссылочки давайте сейчас я сейчас дам facebook так сейчас контакты тоже покажу вот вот также там еще наш сайт есть и также на youtube канале у нас много обучающих видео там есть предыдущие семинары там есть и другой тематики семинары есть и обучающие ролики и какие-то фановые видео и видео с выставок в общем тоже рекомендую ознакомиться сейчас тоже дам ссылочку ну и вот мои контакты то есть это почта pnv собака zodefiswave.me и мой телефон вот он тоже есть вот собственно говоря спасибо большое за то что к нам зашли за то что целых 23 человека досидело до конца и выслушало меня думаю что вам было все таки интересно это слушать и спасибо большое что к нам заскочили если какие-то вопросы есть я тут еще сижу на минут 5 10 я думаю тут еще есть Андрей он тоже вам подскажет на Мартынов Евгений да вижу записал тоже вашу почту вот и очень буду рад тому что если кто-то напишет или там позвонит и спросит заинтересуется потому что мы помогаем людям просто с какой-то проектной документации просто обоим подобрать мы стараемся дем это естественно безвозмездно да то есть если что-то нужно вы можете нам позвонить мне позвонить спросить что-то о чем-то и соответственно буду рад вас слышать и буду рад видеть заинтересованность в вашем голосе в ваших глазах на этом все я думаю полагаю спасибо еще раз я отключусь если какие-то вопросы будут я буду включаться в и подожди Продолжение следует... 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 Смотрите, шаг, получается, что можно их реально замонтировать просто на один рейку, но да, в этом особо смысла не будет. То есть это можно, ну, допустим, какую-то часть трещинок там замонтировать, да, их можно реально монтировать в железный щит, потому что они будут работать тогда. Но опять же, им нужен будет какой-то выход контроллера, но это, знаете, как можно сделать, допустим, если у нас огромная площадь, да, допустим, уличного освещения, и мы хотим автоматизировать все это уличное освещение, но выходы их находятся очень далеко, вот у нас железный щиток стоит где-то, не знаю, в одном месте. И в таком случае, да, мы просто туда все внешки ставим, чтобы нам просто было удобно все это отслеживать, и то есть они наиболее дольше послужили, и поэтому их ставим в один щиток, и там ставим в один контор, и мы все им управляем. То есть в случае такого, если с этим можно пользоваться. Так, ой-ой, блин, я что-то закрыл. Я сейчас тут написал, я случайно закрыл, можете, пожалуйста, прогиблировать. Вообще, для начала управления то, что, ну, насчет принципа постраданности за трой в сети, наверное, как раз-таки такое и есть. Кстати, так.